Их попытки прямо сейчас, мы должны искоренить японские войска, которые сейчас вошли в Корею, и построить линию фронта, чтобы предотвратить их высадку на корейском материке. Сейчас очень трудно переправить наших людей через горы Сабек. Проблема в том, что нам нелегко пересечь горный хребет Сабек с силой гильдии маков. Монстры в горах Сабек не являются смехотворными противниками. В конечном счете, к тому времени, когда войска покинут горный хребет Сабек, Япония, по крайней мере, оккупирует Пусан. Тогда это будет война. Это не просто война, это гражданская война. Корея снова начнет вести свою собственную братоубийственную войну, разделив землю пополам. Тем временем Япония снова завладеет остатками Кореи и никогда не уйдет, потому что Япония никогда не будет рассматривать будущее Кореи. Кровь стоит того, чтобы играть в бейсбол, и нам больше не нужен этот урок. Итак, Ким не колебалась в этот момент. На этот раз я не могу их простить. Очень много искусства просочилось в Японию от прояпонских группировок. Зачем нам ехать в Японию, чтобы посмотреть Мангю да Ванда, нашу собственную картину. Босс, оставьте это мне, и если вы дадите мне полномочия, я удалю их. Чэн Сон Хун, на этот раз я передам вам все свои полномочия. Ну и что, у вас есть все полномочия, включая право командовать и право назначать гильдию маков и командование обороной столицы. Погоди, а что, я пересеку горы с обек в одиночку. В этот момент Ким подняла голову. Теперь он увидел рассвет, который означал, что ночь уже прошла. Глава 92 в городе Тегу стоял июль. Было жарко, и даже в полутемных зданиях он был потным и раздражающим. То же самое относилось и к захламленному кабинету на шестом этаже разрушенного восьмиэтажного здания, и к женщине, задыхающейся в нем. Ее тело было покрыто потом. Блять, женщина была неопрятна, и ее волосы были коротко подстрижены, как у мужчины. Ее волосы были покрыты маслом и потом, и ее пот был черным и темным, как будто она не мылась должным образом в течение длительного времени. Тем не менее она была достаточно привлекательна, чтобы назвать себя красавицей, и особенно впечатляла слезная точка под левым глазом. Кроме того, слезная точка была самым очевидным доказательством того, что она была актером Лиена. Это самые худшие. Лиена была идолопоклонницей и пользовалась популярностью в дни своего кумира. После обращения к актрисе, она появилась в качестве главного актера второго плана в значительном количестве фильмов и дважды появлялась в общественных телевизионных драмах. Она не была той женщиной, которая всегда находилась под ярким светом, и она была не из тех женщин, которые могут задыхаться в этом месте. Все это самые худшие. Ее несчастье началось 31 декабря 2016 года, как и у всех остальных. В тот день она была на пути в Сеул после окончания съемок драмы в Пусане. Первые монстры, которых она увидела, начали смешиваться с машинами, бегущими по автостраде Кингбу, или давить их, как будто убивая муравьев. При этом абсурдном зрелище ее менеджер сбежал с автострады Кингбу с удивительной демонстрацией водительского мастерства. В то время мне надо было бежать в Сеул. Конец кошмара, который начался, был городом Тегу. Город Тегу был единственным местом, где появлялось очень мало монстров и выжившие стекались в город Тегу. Если быть точным, то выжить могли только те, кто пришел в Тегу. А до тех пор она надеялась, что этот вздор будет остановлен. С этой надеждой она последовала приказам второго оперативного командования. Но этого было недостаточно, чтобы просто следовать за ним. Она помогла второму оперативному командованию успокоить людей. Она использовала свою славу, чтобы стать лицом второго оперативного командования на глазах у людей. Помимо нее, на помощь деятельности второго оперативного командования вышли артисты и знаменитости. Это было своего рода пожертвование талантов. И в то же время, это была борьба за выгоду. Если бы я тогда побежал в Сеул, то мог бы умереть. Но я бы не видел, чтобы эти сумасшедшие ублюдки делали что-то безумное. В какой-то момент ситуация начала меняться. Нет, со временем ситуация не улучшилась. Поддержка, о которой они думали, что она придет в ближайшее время, не пришла. И миллионы людей, которые стекались к развалу социальной инфраструктуры, создали невообразимый беспорядок. Грабежи происходили повсюду. И как только случился бы поджог, это было бы настоящей катастрофой. Но это было еще не самое худшее. Эти ублюдки водили людей в логово чудовища и заставляли их работать сумасшедшие ублюдки. Вторая оперативная команда с определенного момента начала делать странные ходы. Первая аномалия произошла, когда второе оперативное командование направилось в город Кинджу с теми, кто совершил преступление и был изолирован или заключен в тюрьму. Поначалу это никого особо не интересовало, и большинство из них приветствовали переезд. По крайней мере, никто не хотел делить помещение с преступниками. Тем не менее, не было никакой поддержки резне преступников, которые отправились в город Кинджу. Это было вполне естественно, потому что в Кинджу было много голодных монстров, а запах и под тысяч людей ничем не отличались от запаха вкусной еды. Проблема возникла после того, как второе оперативное командование начало неоднократно отправлять людей в город Кинджу. Были люди, которые начали сомневаться в том, что даже преступники, брошенные в ад, были неизбежны, и все изменилось, когда стало известно, что причина заключалась в раскопках царских гробниц и древних гробниц в городе Кинджу. Люди спрашивали второе оперативное командование, почему тысячи и десятки тысяч людей рисковали своими жизнями и шли через царские гробницы и древние гробницы Кинджу только с лопатами и песнями. Ответ на этот вопрос был прост. Они были застрелены. Второе оперативное командование не щадило тех, кто жаловался и высказывал свое мнение. Проклятие после этого второе оперативное командование заставило не только преступников, но и невинных людей, которые не совершали преступлений, войти в город Кинджу, и они заставили их работать. С тех пор в Тегу осталось только две категории людей. Те, кого послушно увозили, и те, кто не хотел, чтобы их увозили. Ли Йена был последним. Она не хотела, чтобы ее забирали, поэтому стала членом сопротивления. Ну вот. И именно поэтому она тяжело дышала в разрушенном здании. Она здесь. Чертова сука, ты крыса в западне. Она стиснула зубы, услышав голос перед своим домом. Откуда, черт возьми, они знают, где я. Они использовали заклинание, но она не стала закрывать глаза слишком плотно. Захватите ее живьем. Она должна знать, где находится Чо Суньин. А мы можем просто взять ее в плен? Вы, ребята, первый, кто поймает ее, может трахнуть ее первым. Если вы держите ее рот невредимым, все в порядке. Я наконец-то трахаю ее. Я так долго ждал этого дня. Несмотря на ужасные и жалкие разговоры солдат с ней, она никогда не выказывала слабости. Это полная чушь собачья. Как мне удалось сохранить девственность в индустрии развлечений? Если вы меня трахните, ребята, я подожгу свое тело. Скорее всего, в этот момент она проверяла количество пуль в своем собственном патронташе. Там еще один остался. Осталась только одна пуля. Когда она вставила магазин в винтовку К-2, которую держала в руках, у нее все еще было около 40 патронов. Я могу взять троих из них. Она взвесила оставшееся количество боеприпасов и человеческую жизнь. Затем она перевела дыхание. Ее глаза остыли, когда она вздохнула и постепенно потеряли всякую надежду. В последний момент я покончу с собой. Наконец уже готовая умереть, она вспомнила лицо какого-то мужчины. По крайней мере, я должен спасти капитана. Если он умрет, все будет кончено. Она вспомнила лицо человека, который сражался против второго оперативного командования за справедливость, а не за несправедливость. Ху. В тот момент, когда она, наконец, выдохнула. В тот момент, когда она приготовилась к битве. В тот момент, когда ее концентрация достигла своего пика. Ее обоняние, наконец, уловило запах. Хэм. А что это такое? Глубокий, нежный, но интенсивный аромат, который не был похож на другие ароматы. О, это был аромат кофе. У запаха был кофейный привкус. О боже, я совсем забыла о вкусе кофе. Тогда она почувствовала комок в горле, удивленная первым запахом кофе за некоторое время. Аромат кофе, который она привыкла смаковать. Это было потому, что она глубоко чувствовала, как драгоценные вещи, которые она потеряла. С другой стороны, здравый смысл давал ей о себе знать, откуда этот запах кофе берется. И кто же это? Это не было иллюзией, потому что аромат был слишком густым, как иллюзия. Было ясно, что это не был запах солдат 2-го оперативного командования, собак военных, которые рисковали своей жизнью, пытаясь изнасиловать ее. Итак, солдаты, которые вошли в здание и побежали вверх по лестнице, как собаки, не имели никакого выбора, кроме как остановиться перед этим запахом кофе. Нюхай. А что это такое? А как он пахнет? Я нюхал его много раз. Кофе. Кофе. Солдаты тоже выглядели удивленными этим запахом, так как для них тоже прошло некоторое время. Они были удивлены, что забыли запах, который дул по всему миру всего полгода назад, и они также были удивлены, что запах был в разрушенном здании. Их удивление сменилось напряжением. Глоток. Затем один из них подал знак, сделав глоток. Мы поднимемся на пятый этаж и будем осторожны, если это ловушка. Утвердительный ответ. С этим приказом те, кто поднимался по лестнице, открыли дверь и вошли на пятый этаж здания. Ху. Лежа на лестнице между пятым и шестым этажами, Ли Янах, которая собиралась стрелять в солдат, поднимавшихся наверх, снова затаило дыхание. Она услышала несколько голосов. Начиная с голоса солдата, проходя мимо голоса человека, которого она никогда раньше не слышала, и даже звук прямого приказа огня. Ну вот, там кто-то есть. То есть, перестань двигаться, если ты пошевелишься, я убью тебя. Огонь. После этого на мгновение воцарилась тишина. Что тут происходит? Стук. И через некоторое время Ли Яна услышал, как все вещи падают на пол, одна за другой. Она могла сказать, что этот звук был последним звуком тех, кто внезапно умер. Что, что? Значит, ей пришлось запаниковать. Она слышала этот звук несколько раз, когда падало мертвое тело, но никогда не слышала его без выстрела. Но на этом ее удивление не закончилось. Гек. Ли Яна был в состоянии сказать, что запах кофе постепенно становился все сильнее. Источник приближался к ней все ближе. Скрип. Дверь на лестницу, которая была закрыта, снова открылась сама собой. Дверная ручка повернулась сама по себе, и дверь открылась сама собой. Из-за открытой двери донесся голос. Брось пистолет. Это было предупреждение. Это было предупреждение для самой Ли Яна. Услышав это предупреждение, она забеспокоилась, а когда тревога прошла, она взяла пистолет вверх ногами вместо того, чтобы выбросить его. Она направила его себе в голову. Если я получу какую-то информацию, и без малейшего колебания она нажала на курок. А. Но спусковой крючок не сдвинулся с места. Причина была проста. Она не знала, что предохранитель был включен. Но почему она была смущена этим фактом? Тем временем к ней подошел мужчина, от которого исходил густой запах кофе. На лестнице не было слышно ни звука, так как человек поднялся по лестнице в воздух и встал перед Ли Яна, который лежал на лестничной площадке между пятым и шестым этажами. У него были густые волосы и два меча на спине. Однако, прежде всего, его черные глаза были самыми впечатляющими и подавляющими. «Я, я, меня зовут Ким Тхахун, я возглавляю гильдию маков, которая управляет столицей городов Сеул, Кинге, Чхун Чхан, Канвон Ин Чхан». Даже Ли Яна, решившая покончить с собой, была ошеломлена и сделала глупое выражение лица. Так что она ответила, даже не зная этого, «Я, я, Ли Яна». «Ну и что, Ли Яна, Ли Яна, ну и что, Ли Яна?» Мужчина сильно нахмурился, оставив Ли Яна молча стоять перед ним. Затем он сказал с таким видом, как будто действительно не замечал ее подразделение, звание, информация, которую вы так хотели скрыть, что выбрали самоубийство. «Все, что я хочу услышать, это эти три вещи». С этими словами Ким Тхахун выпил кофе в кружке, которую держал в руке. 2. Они были уничтожены, есть ли в этом смысл? Один из солдат склонил голову в ответ на вопрос мужчины, который обливался потом, как потоп в жару. «Сколько людей погибло, просто пытаясь захватить девушку». Имя человека, который снова закричал, было Чангюн. Кроме того, он был майором 2-го оперативного командования. Вот и все. У Чангюна был только ранг, но у него не было должной власти или статуса. Во-первых, он не был майором, и только благодаря метке на тыльной стороне его правой руки он смог получить высокое звание майора. Второе оперативное командование должно было повысить лояльность своих пробужденцев. И в этой ситуации все, что могло сделать второе оперативное командование, это дать им достойное звание. По этой причине во втором оперативном командовании было больше майоров, чем младших лейтенантов. Хватай ее прямо сейчас, это опасно, или Яна мог устроить ловушку. Ну и что, возьми ее сейчас же, мы должны поймать ее, чтобы найти истинное место сопротивления. Ну это все равно опасно. В настоящее время самой большой проблемой 2-го оперативного командования было сопротивление, или Яна был руководителем сопротивления. Вот почему майор Чангюн был в ярости, чтобы поймать ее. Позовите Ли Яна. Майор Чангюн обретет необходимую власть и статус, как только поймает актрису Ли Яна, которая была исполнительницей сопротивления, и весь корейский народ знал ее. Ёбаная сука, я ее поймаю. Было также желание дать выход своим личным сексуальным желаниям. Люди под командованием майора Чангюна, конечно же, были рассержены. Сумасшедший ублюдок, вы можете пойти и поймать ее сами. Если бы мы могли поймать ее, мы бы поймали ее. Все знали, что они должны были поймать Ли Яна, чтобы уничтожить сопротивление. Но ее так и не поймали. Но прежде всего, несмотря на то, что они четко знали ее местонахождение, войска, которые пошли, чтобы поймать ее, были убиты. Скорее всего, это место было ловушкой, созданной сопротивлением, чем чем-либо еще. Мы должны сами броситься в такую ловушку. Мы нихуя не можем убежать. Значит ли это, что мы должны умереть? Майор Чангюн. Кто-то издалека заговорил. Он был достаточно молод, чтобы его можно было назвать скорее молодым человеком, чем мужчиной. За ним шел человек, одетый в костюм, который, как все могли видеть, был ниндзя. Господин Танако хочет что-то сказать. Молодой человек был никто иной, как японский переводчик. Конечно же, объектом интерпретации был человек в костюме ниндзя, стоящий позади молодого человека. Если вы дадите ему разрешение, господин Танако сейчас же поймает ли яна? Майор Чангюн был очень доволен словами переводчика. Неужели? Но у него есть одно условие. Условие? Если он поймает ее, тебе придется дать ему день или около того. Майор Чангюн рассмеялся в ответ. Ну, она тоже была знаменита в Японии. Майор Чангюн не мог не заметить значение этого слова, и у него не было никакого намерения жаловаться или отвергать этот факт. Но самое главное, он знал, что ниндзя обладает очень особыми способностями. Именно ниндзя обнаружил местонахождение неуловимого лиена. Конечно же, он не колебался. Пожалуйста, скажи ему, чтобы он оказал мне услугу. Глава 93 Лиена сидел в кресле. Она сидела не совсем нормально. Ее тело было привязано к стулу. Ее тело было плотно прижато к спинке стула. Руки покоились на подлокотниках, а ноги на ножках стула. Эйп-эйп. В конце концов, у нее был кляп во рту. Я тебе кое-что рассказываю. Ким Тхэхун сидел на стуле перед ней. Выражение его лица, когда он сидел на стуле без спинки, было очень тусклым. Единственное, что я хочу знать, это информацию, которую ты хотел скрыть, пока не решишь покончить с собой. Мне наплевать на твое имя или на твое подразделение. С другой стороны, Ли пристально смотрел на Ким. Конечно, в данный момент она не собиралась сотрудничать с ним. И Ким тоже не хотела быть в кооперативных отношениях с ней. И у меня не так уж много времени. И я не хочу тратить время, мучая человека, чтобы получить информацию, которую я не знаю. Даже если у меня есть много времени, во-первых, ее появление было неожиданным событием для Ким. И не более того, ее появление было неожиданным, так что это не были значимые отношения. Это то же самое для тебя, так что у тебя есть час. Прежде всего, целью Кима в Тэгу было не найти что-то. Чистота. Ким был здесь, чтобы устранить угрозы для гильдии МАЦ, включая город Тэгу. И в уборке не было необходимости помогать кому-то еще. По крайней мере, в Корее не было никого, кто мог бы дать ему совет в такой очистительной работе. Тем не менее, причина, по которой он спас ей жизнь, заключалась в том, что она пыталась покончить с собой ради информационной безопасности. Есть причина рисковать ее жизнью попытка. Покончить с собой ради информационной безопасности была непростой задачей для нерелигиозных фанатиков. Еще одной причиной было то, что за ней гнались солдаты 2-го оперативного командования. Эти две причины были все, что нужно Ким, чтобы сохранить лежевым и допросить ее. Конечно, он не собирался тратить на нее много времени. Если ты будешь так смотреть на меня через час, я сделаю из тебя труп, которым ты хочешь быть. Если ее отношение не изменится в течение часа, допрос будет окончен. Кроме того, Ким не собиралась сожалеть в будущем, оставляя место для нее. Если ты хочешь поговорить, скажи мне. Как только Ким закончил объявление, он закрыл глаза. Никаких принудительных допросов или пыток не проводилось. Этот человек Ли пристально посмотрел на Ким, и его лицо приняло нелепое выражение. Какого черта теперь для нее все было под вопросом? Само существование Кима, его намерения и способности. Разве он меня не знает? Даже у Ли были сомнения насчет того, что Ким ее не знает. Неужели у меня такое плохое лицо у Ли не было никаких сомнений из-за ее гордости? Ее образ и слава были гораздо важнее, чем она думала в стране невероятных монстров. Честно говоря, простые люди предпочитали слушать слова знаменитостей, которых они часто видели по телевизору, а не то, что говорили солдаты. Надежность также была намного выше для знаменитостей с их собственным хорошим имиджем, чем для простых солдат. Кроме того, Ли была женщиной, которая стала менеджером по сопротивлению от менеджера второго оперативного командования. Если бы Ли был просто нормальным человеком, это было бы бессмысленно. Но она не была обычным человеком, и именно поэтому второе оперативное командование пыталось поймать ее. Незнание ее было определенно вопросом для нее, чтобы перейти. Однако, не было никакого способа решить ее подозрения. Эйп-эйп, ух, ей даже не разрешалось задавать вопросы, и с течением времени у нее не оставалось никаких сомнений. Что же мне делать? Иногда гораздо больнее быть вынужденным страдать, чем подвергаться пыткам. Неужели я действительно умру вот так? Когда она была готова покончить с собой, она была отчаянной и настойчивой. Вот почему она могла быть решительной. Но теперь все было по-другому. В этот момент она должна была мучительно переживать свою смерть. Чтобы выжить, она должна была продать своих коллег. Но если бы она этого не сделала, она могла бы умереть. Был вынужден ее умирать. Даже офис, который Ким взяла для разговора Сле, использовался как склад. Здесь не было ни окон, ни солнечного света, и она не могла сказать, сколько времени прошло. Затем Ким открыл глаза. Ниндзя здесь. У него были черные глаза. Когда Ли увидел это зрелище, у нее перехватило дыхание. Хорошо, что мы расставили ловушку. Тем временем Ким поднялся со своего места и подошел к двери. Его рот раздулся, как у лягушки. Вскоре после этого он выплеснул полную рот энергии в дверь. Фухуху. Вспыхнул огромный пожар. Пламя начало заполнять двери коридор за ней. Затем раздался крик из места, где не было никакого знака. Нет, пять криков. Свист. Стрела из кожаного держателя на поясе Кима двинулась в сторону пяти криков. Тук, тук. Стрела пронзила крики сразу же. Все это было сделано в мгновение ока. Закончив свою работу, Ким снова сел. Никакого разговора не было. Он снова начал медитировать с закрытыми глазами. Ли больше не мог сердито смотреть на Ким. Какие черти? В этот момент Ким открыл глаза и сказал. Вы кажетесь очень важным человеком, и у вас есть много людей, которые ищут вас. Фу. Ли был в восторге от этого голоса. Но радость ее длилась недолго. Командир отряда, начальник Никгер. Смешные слова, упомянутые Ким, заставили ее дрожать. А эти слова были прозвищами для ее коллег, которых она хорошо знала. Я изменю это условие Ким. Признал ее дрожащие глаза. Я не думаю, что получу информацию после убийства коллег против человека, который решает убить себя, чтобы спасти своих коллег. Если вы дадите мне информацию здесь, я спасу вас и ваших коллег вместе. Если нет, я убью тебя и твоих коллег. Это было последнее объявление. А нет, Ип. Ее глаза печально переменились. При этом известили. Ким выпустила кляп, который висел у нее во рту. 4. Между зданием, в котором находилась Ким, и следующим стояли три человека, собравшиеся вместе в глубокой тени. Это были двое мужчин и женщина. Мужчина лет 35, мужчина лет 35 с необычно большой головой и женщина лет 25 с темной кожей. Они собрались вместе в кучку под глубокой тенью. То, на что они смотрели, было восьмиэтажным зданием, превратившимся в руины. Она ведь прямо там, не так ли? Здесь определенно есть след. Но почему нет никакого сигнала? Давайте снова пошлем сигнал. Их личность была никем иным, как членами сопротивления, с которыми ли должен был встретиться. Командир группы, давайте просто войдем. Однако Лени пришел на место встречи. В этом не было ничего необычного. Город Тегу был территорией второго оперативного командования, и в этой аварии не было ничего странного. Поэтому у них было второе и третье место, чтобы подготовиться к такой ситуации. Одним из таких мест было восьмиэтажное здание, на которое смотрели все трое. Ясно, что там были следы. Я уверен, что она внутри. Однако ответа на этот сигнал нет. Командир группы, давайте просто войдем. Поэтому, когда они нашли следы ли по пути, они думали, что не будет большой проблемы. Но когда не было никакого ответа, даже после отправки нескольких сигналов в здание, история изменилась. Там был след, но не было ответа. В этом случае она могла не ответить из-за серьезной травмы. Голова. Ниггер, успокойся. Однако в этот момент мужчина лет 35, которого называли командиром отряда, двигался не слишком быстро. В этот момент между темными тенями за их спинами зашевелились тени. Командир группы, чего вы ждете? Здесь ведь никого нет, правда? Там есть отпечатки ног. Здесь очень много следов военных сапог. Значит, она в опасности, не так ли? Мы должны попасть туда быстро. Если бы там было сражение, то были бы следы сражения, но не было никаких признаков его. Может быть, это ловушка. Но, все трое не знали, что за ними появился ниндзя в черной маске. И дело было не только в их некомпетентности. Ниндзя даже не дышали. Вскоре после этого, пять ниндзя, которые появились без звука, одновременно выбрасывали метательные кинжалы в их руках. Свист. Только тогда раздались звуки, которые ножи пронзили ветер. И командир отряда Косукву повернул голову, чтобы заметить их. А боже мой, это был запоздалый ответ. Когда Ка повернул голову, метательные кинжалы были уже слишком близко к ним. Метательные кинжалы были похожи на бабочек. Их дуги были совершенно произвольными. Одни летели прямо, другие рисовали параболу сверху донизу. А третьи летали по земле, как утки и селезни. Они были непредсказуемы. Конечно, избежать их было невозможно. Ах, перед самой сценой Ка только вздохнул. Затем метательные кинжалы остановились в воздухе. А что это такое? Ну и что же? Оставшиеся двое повернули головы вместе с Ко. И они тоже могли видеть, что происходит. Фу. Гек. Эти двое были напуганы перед метательными кинжалами, которые так близко подошли к ним. Но вдруг остановились. Что? Что? И это были не только они, кто был напуган. Слова ниндзя, которые бросали метательные кинжалы, также звучали так же, как и первые два. Тук. Внезапно появившаяся стрела пронзила головы ниндзя, и ниндзя стали мертвы и упали на землю. Танака, который был одет в белую маску и наблюдал за происходящим с крыши здания, тоже был напуган. Что это такое? Первоначально целью Танаки была помощь генерал-майору Лекису, когда он спустился в город Тегу, ожидая со вторым оперативным командованием в Тегу. Конечно, настоящая миссия заключалась в том, чтобы убрать его, если он доберется живым до города Тегу из-за ошибок и некомпетентности Хайта. Однако в момент смерти Лекису материковая часть Японии дала Танаки новую миссию. Для того, чтобы вторгнуться на корейский полуостров, им нужно было построить базу в районе Пусана, где находился Порт Пусан. С тех пор он начал активно помогать второму оперативному командованию. Конечно же он начал очищать сопротивление, самую большую головную боль второго оперативного командования. Никаких неприятностей не было. Все, что ему нужно было сделать, это пометить что-то и он мог видеть, где они были в реальном времени. Для него забота о Леянах, который уже был помечен для отслеживания, была фактически игрой. Танака, который сделал то, зачем пришел, пришел сюда поиграть со своей игрушкой. Он пришел сюда именно по этой причине. Кто это, черт возьми? Перед ним было что-то такое, что он даже не осмеливался вообразить. Я должен бежать отсюда. К счастью, в этот момент Танака уже знал, что ему делать. Сначала я должен убежать. Это был самый важный урок, который Танака получил в обмен на выживание в том аду, каким был Токио. Никогда не сталкивайся с неизвестным страхом. Но он так и не провел урок. О боже мой! Когда Танака повернулся, чтобы бежать, перед его глазами в небе появился человек. Этот человек действительно упал с неба. Позвольте мне атаковать первым. Как только Танака увидел этого человека, он не удивился. Он достал Кунаи. Первая атака приносит победу. Он попытался воспользоваться преимуществом первой атаки. Однако это было уже на другой стороне. Свист. Когда Танака вытащил Кунаи, меч появился как молния с неба и рассек запястье, держащее его. Стук. Глаза Танаки широко раскрылись, когда он увидел, что его рука, держащая Кунаи, падает на землю. Но ему не позволили ни удивиться, ни закричать. Фу, фу, фу. Тело Танаки начало подниматься, как будто его тянули за петлю. Он коснулся своей шеей руками. Нет, он касался своей шеей здоровой рукой и отрубленным обрубком. Тем временем человек, стоявший перед Танакой, медленно подошел к нему и заговорил на беглом японском языке. Каза Михаэто. Фу, для Танаки не было хорошей новостью, что человек перед ним был хорош с японцами. Он признался во всех описаниях людей Мусаши за 10 минут. Я думал, что это будет трудно, потому что он был ниндзя, но у него не было сопротивления пыткам, и он попросил о сделке. Когда я вытащил три его ногтя. Фу, фу. Интересно, как долго ты продержишься? 5. Кабинет с мягким запахом кофе. Такова наша история. Закончив рассказ перед запахом кофе, Ли посмотрел на человека, который пил его. Мужчина, смакуя его, не сразу ответил. Но Ли больше не удивлялся. Теперь она знала, что невозможно открыть рот Ким Тхахуну, когда он пьет кофе. Ким задумался над своим кофе. Чо Суньин. Самой важной информацией, которую узнал Ким, было то, что лидером сопротивления был Чо Суньин. Я не могу поверить, что вижу его здесь. Это была одна из трех вещей, которые должны быть сделаны в списке ведра, которые он передал себе через свою смерть во сне. Ким должен был сделать Чо Суньин президентом. Мне это уже надоело. Проблема была в том, что он слышал имя Чо Суньин от других, а также от Лиена. Ким судорожно сглотнуло. Четверо человек, включая ли, стоявшего рядом с ним, тоже сглотнули. Они нервничали перед его ответом. Ваш лидер был захвачен вторым оперативным командованием. Ким нанесла им тяжелый удар. Что, что ты сказал? Они поймали его два дня назад. Танакой звали еще одного человека, от которого Ким слышал имя Чо Суньин. Перед пыткой Кима он отказался от всего, что знал. Два дня назад ему удалось поймать Чо Суньин, лидера сопротивления, которого он так сильно хотел с его способностью выследить своего противника. Чепуха какая-то, тогда у них не было бы причин преследовать меня. Лиа проверк слова Ким. Ее отрицание было вполне уместным. Их цель поймать вожака, и если у них есть вожак, то зачем им преследовать меня? Где ты слышал эту чушь? Причина, по которой второе оперативное командование пыталось поймать руководителей сопротивления, заключалась в том, чтобы узнать местоположение Чо Суньин. Есть ли какая-то причина, по которой те, кто уже поймал Чо Суньин, будут скрывать этот факт и преследовать руководителей? Впрочем, сам Ким никаких сомнений по этому поводу не высказывал. Скорее, с его точки зрения, действия второго оперативного командования были разумными. Повстанческая группа в точечном формировании делает два выбора, когда лидер пойман. Один сделать все, что в ее силах, чтобы спасти лидера, или выбрать нового лидера. Чтобы они не выбрали, есть что-то общее. А что это такое? Изменение укрытия сетей, которые они использовали раньше. Ах, это основа основ. Поимка лидера является доказательством того, что секреты организации были раскрыты до некоторой степени. Конечно, как только лидер пойман, организация должна полностью изменить базовую систему. Поэтому, когда они вырывают с корнем такие группы, как повстанцы и террористы, они никому не сообщают. Если поймают лидера, скорее они действуют так, как будто не поймали лидера, и используют информацию, которую получают от лидера, чтобы найти оставшиеся партии, включая руководителей. Второе оперативное командование теперь делало то же самое, потому что они хотели бы искоренить сопротивление как можно дальше. Хотя они и поймали Чо Суньин, об этом станет известно только после церемонии его казни и после того, как будут отмечены некоторые достижения. Я не могу гарантировать его жизнь, а может быть он уже мертв. Как Ким знал, во втором оперативном командовании не было специалиста, который мог бы пытать человека, пока тот не окажется на грани смерти. Прежде всего, Чо Суньин, о котором Ким слышал Атли, был человеком с сильной волей и решимостью. Если бы был момент, если бы был шанс, этот человек был бы готов убить себя. Он был человеком, который не потерпит, чтобы его жизнь вредила его организации. Список ведер и список желаний никогда не меняются местами. Ким больше не колебался. Нет, не было никаких причин колебаться. Даже если это было не из-за Чо Суньин, была хорошая причина атаковать второе оперативное командование. Время было просто немного быстрее. Мы немедленно спасем Чо Суньин. На это замечание ли рефлекторно ответил. Когда? Когда ты собираешься это сделать? Это был рефлексивный вопрос, буквально. Ей так не терпелось спасти Чо Суньин, что она выпалила. Отвечая на ее вопрос в ответ, Ким начал вычислять время для плана, посмотрев на свои наручные часы. Сейчас 7.22 вечера. Это займет около 5 минут, чтобы добраться до мэрии Тэгу, где находится штаб второго оперативного командования. Если я добавлю время, чтобы понять ситуацию и план операции. Ким закончил свои вычисления и сказал. Мы атакуем мэрию Тэгу в 7.30 вечера, через 8 минут. Глава 94. Это был темный подвал. Только один огонек, желтоватая лампа, горела в темноте. Под лампой стоял металлический стул. На железном стуле, напоминающем электрический стул для пыток, сидел человек, искусно связанный. Его руки и ноги были крепко прижаты к металлическому стулу. Этот человек выглядел ужасно. Обе его руки были привязаны к подлокотникам, и все 10 пальцев были окровавлены, без ногтей, и сломаны несколько раз. Форма его бедер была еще хуже. Из них торчали десятки гвоздей. Имя человека с ужасными ранами и кляпом во рту было Чо Суньин. Ах! 28-летний молодой человек был на грани смерти. Единственная причина его смерти заключалась в том, что он сказал, что что-то не так. Проклятие. Конечно, он был зол на этот факт. Другими словами, он сохранил свою волю, несмотря на эти ужасные раны. Скрип. Наконец в подвале послышался какой-то звук. Это был звук открывающейся двери. И кто же это? Глыба. За ним последовала цепочка шагов. Чо осторожно открыл глаза, которые горели очень ярко, в отличие от его ужасной фигуры. Может быть, поэтому Чо смог разглядеть двух мужчин, приближающихся к нему из темноты. Одним из них был человек в военной форме. Его звание было майорским, но он совсем не походил на солдата. Он был похож на штатского в военной костюмированной пьесе. Другой мужчина, одетый в костюм, напоминающий японского самурая эпохи Сингаку, с захватывающими дух доспехами и мечом на поясе. Это была необычная комбинация, но она была хорошо знакома Чо. Вот они, проклятые японцы и прояпонские ублюдок. Кодзима и Чен Бьюнгвук. Это был уже третий раз, когда они пришли к Чо Суньиню. Эти двое стояли перед Чо. Когда Кодзима подал сигнал, Джанг тут же вытащил из рта кляп. Фу, это же они менее. Как только кляп исчез, Чо Суньин сразу же заговорил с Джаном. Чен не удивился, так как это был уже не первый раз для него, а третий. О, я весь дрожу, сказал Чо после того, как его челюсть немного расслабилась, потому что ему заткнули рот. Я не хочу покончить с собой, прикусив язык, но ты все время затыкаешь мне рот. Вы гребаные ублюдки, я не умру, если прикушу свой язык. Чен не ответил на жалобы Чо. Вместо этого он передал свои слова Кодзиме по-японски. Самурай с густой бородой, закрывавший его подбородок, кивнул и улыбнулся. Потом Кодзима что-то сказал, и Чжан перевел его слова. Он говорит, что предложение остается в силе. Ну и что же, что, я тебя не слышу, потому что ты про японский ублюдок. Лицо Чжана посуровило, и Чжо широко улыбнулся. Что ты там делаешь, просто интерпретируй это. У вас есть звание майора, чтобы сделать это. Конечно, во втором оперативном командовании больше людей с майорскими званиями, чем со вторыми лейтенантами. У них нет пенсии, и они должны сделать свои собственные знаки различия и прикрепить их к своей одежде самостоятельно. Майор это звание, которое все игнорируют. Чжан снова перевел эти слова, после того как крепко сжал губы при словах Чжо. Лицо Кодзимы посуровило, когда переводчик произнес его как следует. Затем снова заговорил Кодзима, и Чжан Бьюнгвук перевел его слова. Если вы примете это предложение, ниндзя и самурай на японском материке станут вашей силой, вы сможете уничтожить второе оперативное командование, вы будете управлять Кореей, и вы будете королем Кореи. Нет, я сам могу быть королем. Почему эти чертовы японцы так решили? Забавные маленькие ублюдки. Разговор был повторен через перевод, но на самом деле, переводчик был фактически бессмысленным для Чжо. Я с досадой слушаю перевод в середине, делая вид, что не говорю по-японски. Чжо умел говорить по-японски, но он притворился, что не знает японского языка, и тут же услышал его. Ты должен каким-то образом перетянуть его на нашу сторону, и он не должен умереть. Но ты же видишь, он такой упрямый, ты же знаешь, что он действительно крепкий орешек, он должен быть жив. Ну это не то, что я могу сделать. Эти двое разговаривали друг с другом, отказавшись от разговора с Чжо, в любом случае, благодаря тому, что он вел себя так, как будто не говорил по-японски, он узнал важные факты. Кодзима, этот самурай из Японии, хотел спасти Чжо. Он никогда не говорил Чжен почему, но Чжо мог догадаться о причине. Может быть он скоро отпустит меня. Таким образом, сопротивление во главе с Чжо будет беспокоить второе оперативное командование, как и всегда. Так что второе оперативное командование будет отдавать Данитим смешным ниндзя и самураям 21 Говика. Или, с другой стороны, сопротивление дрогнет и склонится перед Японией, чтобы уничтожить второе оперативное командование. Для Японии это было гораздо лучше, чем когда одна сторона давила на другую. Чжо, это было просто смешно. Танака пошел ловить Лиена, рано или поздно он поймает ее, и тогда я снова поговорю с ним. Чжо, услышал имя Лиена, проклятие. Услышав это, он закрыл глаза, чтобы скрыть потрясение. Стук. Внезапный рев потряс здание Мэрии Тегу над ними. Скрип, скрип. Свет качнулся над головой Чжо, и это сказала им, что шок, который они почувствовали, не был иллюзией. Что тут происходит, я, я даже не знаю. Мы идем гулять. Если землетрясение случается, то нехорошо быть под землей. Эти двое немедленно покинули подвал. Ради их же блага Чжо откликнулся изо всех сил. Он сжал пальцы обеих рук, все еще привязанных к подлокотникам, за исключением двух средних пальцев. Семь. Ким Тхахун был необычайно слаб. Это не было шуткой. Ему всегда приходилось иметь дело с превосходящими силами противника, и, конечно же, он лучше, чем кто-либо другой знал, как обращаться с сильным человеком. Но это не означало, что сильные не знали, как обращаться со слабыми. Скорее, чтобы слабый мог поймать сильного, он должен был знать, как сильный может поймать слабого. Поэтому он лучше, чем кто-либо другой знал, как обращаться со слабыми. Это же чудовище. Чудовище из дыма. Выбор Кима против второго оперативного командования не был трудным. Это был прямой фронтальный прорыв. Он напал, как только вызвал золотой дым, используя позолоченную бронзовую курильницу благовоний быкже. Ну, я думаю, что это человек. Но это же не человек. Теперь позолоченная бронзовая курильница благовоний быкже использовала Манукима. Он уже съел чудовищный камень голубого гомикока, так что теперь он вызывал фигуры, сделанные из диких животных, летающих животных и людей. Вызванные существа из золотого дыма, которые появились, начали охотиться на солдат, заполнивших площадь вокруг Мэри Тегу. Это была односторонняя охота. Вызванные существа безжалостно впились зубами и когтями в тела солдат, но они ответили градом выстрелов. Туту, черт возьми, оружие не работает. Скорее всего, выстрелы проходили через тело призванного и попадали в тело их сил за его пределами. Прекратите стрелять. Хватит стрелять. Кто-то с майорским званием кричал, но кричал и кто-то еще с майорским званием. Стреляй. Хватай этого монстра. Это был полный бардак. Огонь. Это был огонь, который начал заполнять окружающее здание Мэри Тегу и сделал его еще большим адским беспорядком. Фухуху. Причиной пожара стал Ким. Он начал поджигать все вокруг. Он знал силу огня, особенно в этой запутанной ситуации, и люди никогда не приближались к тому месту, где находился огонь. Конечно, людей гнали туда, где не было огня, и куда их гнали. Бум. Мины ловушки, которые установил Ким, были в действии. Мина ловушка, которая была создана на основе гранат, вызвала много жертв. Ух. Помогите. Помогите мне. Убирайся отсюда. Беги. Это создавало огромный страх, который не мог сравниться с жертвами. Перед лицом этого страха надлежащие руководство и командование уже были невозможны. Как и ожидалось. Кроме того, они не смогли получить должного руководства и командования. Их способность сражаться с монстрами очень слаба. Тегу-Сити в настоящее время находится под влиянием Трипито Кокориана из соседнего храма Хайн. Они свободны от угрозы монстров. Это не так уж плохо. Это чудо и большая удача, дарованная небом. Но также верно и то, что чудо убрало чудовищное сопротивление, которое люди Тегу должны были иметь. Это полная противоположность маг-гильдии. Если бы это была гильдия маков, они бы наверняка разделили свою роль в этой неразберихе. Они бы эвакуировались, а команда срисковали бы своими жизнями, чтобы заработать время на эвакуацию. Конечно, ситуация не сильно изменилась бы. Если бы эта способность присутствовала во втором оперативном командовании, Ким соответственно разработал бы новый план. Я сейчас войду. Вскоре Ким переоделся. Как только он прибыл в Тегу, то сразу же облачился в форму майора и прижал к груди сумку и шпагу. Ким вошел в мэрию Тегу, оставив позади созданный им хаос. Никто его не удерживал. Было 7.33 вечера. 8. Дверь в машинное отделение была стальной. Стоя перед массивной железной дверью, Ким посмотрела на дверную ручку. Дверная ручка начала медленно поворачиваться. Но дверь не открылась. Она была заперта. Ким поняла это и он повернул дверную ручку. Треск. Дверная ручка взвизгнула. Когда ее раздавили, он открыл дверь и вошел внутрь. Его приветствовала непроглядная тьма. Найти то, что ему было нужно, в темной машинной комнате оказалось нетрудно. Там был только один человек под одинокой лампой. А кто на этот раз? А, откуда ты? Некоторое время назад Кодзима и Чен забыли заткнуть чурот, потому что они ушли в спешке. И он был готов противостоять новому посетителю, как только сможет. Ким Су взяла расстояние до Чу. Когда она подошла достаточно близко, он внимательно осмотрел лицо Чу. Он был похож на мужчину под 30. Его губы были разбиты от пыток, а кожа и кости высохли от обезвоживания. Его темные брови были похожи на нарисованную на черепе сосновую гусеницу. Но больше всего впечатляли его глаза. Даже перед этой абсурдной пыткой глаза Чу были совсем не мертвыми. «Опять какой-то странный ублюдок». В глазах Кима Чу блевал своими словами, но его дух не был подавлен. «Имя» Ким задала ему первый вопрос. «Ну и что же?» «Что?» Спросил Чу в ответ с кривой усмешкой. «Имя. Посмотреть на это. У тебя есть синдром восьмого класса?» «Имя. Моя фамилия мама, а имя ублюдок. Вместе это ублюдок. Это мое имя». Ким улыбнулась в ответ на неоднократное неповиновение Чу. «Дух Чу впервые умер вместе с этой улыбкой. Что с этим ублюдком?» Кима майором 2-го оперативного командования. У него не было другого выбора, кроме как думать так. Достаточно было подумать, что форма с майорским званием, которую он носил, не была японской военной формой. Однако глаза и отношения Ким были совершенно другими. А главное, эта улыбка была совершенно другой. С 31 декабря 2016 года Чу никогда не видел, чтобы кто-то так улыбался. «А ты кто такой?» «Ким Тэхун?» «Нет, я не спрашивал твоего имени. Почему ты здесь?» «Я здесь, чтобы спасти тебя». Чу не обрадовался этому замечанию. Скорее, он сделал свой первый серьезный взгляд. Затем он сглотнул и сказал «Хорошо, убей меня сейчас же». Его слова не были шуткой. «Я серьезно говорю. В том, что я жив, нет ничего хорошего. Посмотри на мое тело. Могу ли я когда-нибудь быть лидером с моим телом в таком состоянии?» «Я должен умереть, и тогда у них будет новый лидер. Так что убей меня». Ким не ответил на искренность Чу. Чу Риунг. Вместо ответа он поднял один из двух мечей, которые держал у груди меч императора. Самозахваченный меч полетел обратно за спину Кима. Ляск. Тут же раздался резкий звук железного собрания. Это был звук удара двух клинков. Глаза Ким сузились. Его зовут Кодзима. Он самурай. Объяснил Чу Киму. «Будь осторожен. Его навыки ненормальны. Мои коллеги не могли даже прикоснуться к нему. Нет, просто убей меня и уходи. Учитывая, что вы здесь, ваши навыки не являются нормальными», предупредил он Ким. «У него есть хорошая информация. Ну и что же, разве он стоит того, чтобы его не убивать? Ну-ну, это зависит от того, сумеете ли вы извлечь информацию». Конечно, это было самое бесполезное предупреждение в мире. Глава 95. До появления монстров Кодзима был полицейским. В качестве особого замечания у него был четвертый класс Спокинда. Но после того, как появились монстры, он изменился. Он стал воином, сражающимся против монстров. Он выжил в Токио, как воин. Этого было достаточно. Выживание в Токио, который превратился в ад, было его собственной медалью и доказательством для Кодзимы, доказательством того, что он был сильным. А ты умеешь обращаться с мечом? У него не было причин отступать против Ким Тхахуна. Нет, он наслаждался ситуацией. Мне было скучно, и это хорошо. С тех пор, как он вступил в Корею, все, с кем он имел дело, были слабы. Они не только были слабы, но и не могли сражаться должным образом. Даже те, у кого были отметены на тыльной стороне ладоней, не знали, как обращаться с реликвиями, и большинство из них не владели оружием искусно. Это было просто смешно. Это было настолько абсурдно, что он был раздражен сверх своей скуки. В такой ситуации появление Кима было приятным стимулом для Кодзимы, и он наслаждался полем боя. Свист. Словно наслаждаясь приятным возбуждением, Кодзима взмахнул мечом. Он приложил левую руку к мечу, который держал в правой. Через долгое время Хигекири отведает человеческой крови. Он держал обеими руками свой любимый меч Хигекири. Конечно, Хигекири не был обычным мечом. Первым делом надо было подумать о его названии. Когда они отрубают человеку голову мечом, они отрезают его бороду вместе с ним. Из-за этого ему было дано имя Хигекири. Л. Примечание. Хагекири буквально означает «борода прочь». В то же время это было сокровище, ранее выставлявшееся в храме Китана Тинманго в Киото, Япония, как национальный важный культурный актив. Это был меч достаточно острый, чтобы не было ничего необычного в том, чтобы разрезать тело человека пополам, даже если он размахивал им одной рукой. Тот факт, что он держал такой меч в обеих руках, означал, что отныне Кодзима будет сражаться изо всех сил. Стоя перед Кодзимой, Ким тоже поднял второй меч Црюнг. Он вытащил второй меч из оставшихся ножен, которые были у него в руках. Появившийся меч был великолепен, украшен тем же золотом, что и его ножны, а на конце рукояти был прикреплен кольцевой орнамент Чханмачонг Хвандаида. Это был меч, который Ким недавно приобрел. Он был свидетельством того, что Ким изменился. До сих пор он использовал только меч императора, потому что это был единственный меч, которым он владел. Кодзима, который этого не знал, двинулся вперед. Как только Ким схватился за меч, Коджима сконцентрировал свою энергию на пальцах ног, и он ввел энергию в свой меч. Су-цу-цу, Хигекери взяла энергию и начала испускать фиолетовую энергию с криком. Первый нападающий получает победу. То, во что целился Коджима, было ясно как божий день, но первая атака была на долю Кима. Гек первым двинулся Коджима, но меч, которым Ким замахнулся на приближающегося Коджиму, оказался быстрее. Особой причины для этого не было. Если их вес и телосложение были похожи, то автомобиль с превосходными выбросами и мощностью лошадиных сил был быстрее. Если Коджима был довольно хорошим спортивным седаном, то Ким был спортивным автомобилем, сделанным Бугатти. Даже если бы Коджима нажал на акселератор первым, Ким первым взял бы инициативу в свои руки. Позволь мне остановить это хоть раз. В конце концов, Коджима сдался при первой же атаке. Вместо этого он поднял меч обеими руками над головой, чтобы парировать меч Кима, который опускался вниз, чтобы с огромной силой расколоть его голову. Он провел горизонтальную линию с мечом над головой. Лязг. Два меча скрестились и раздался грубый звук. Фу. В то же самое время две ноги Коджимы, которые помешали Киму ударить его мечом, были воткнуты в землю. Следы ног Коджимы были вырезаны на цементном полу. Какая, какая сила. Хотя Ким держал меч одной рукой, а Коджима обеими, он не мог оттолкнуть его назад, а Коджима закричал и выжал из себя все силы, но ничего не изменилось. Коджима едва мог выдержать сокрушительную мощь Кима. Следующая, следующая атака. В этот момент Коджима ждал только, чтобы Ким сделал свою следующую атаку. Ким, однако, не собирался делать этого с самого начала. Как уже говорилось ранее, Ким носил два меча, потому что у него была на то веская причина. Теперь причина была ясна. Свист. Меч императора, который катался по полу, начал двигаться сам по себе. Количество мечей, с которыми Ким мог бы справиться идеально, было два. Вот почему у Кима было два меча. Это это безумное чудовище. Где? Только тогда Коджима разглядел все как следует. Ким был чудовищем, несравнимым с любым монстром, с которым он сталкивался в Токио. Ким медленно сказал Коджиме по-японски. Я не убью тебя. Два. О, боже мой, сопротивление было создано для того, чтобы противостоять постоянному насилию второго оперативного командования. Это был Давид, а вторым оперативным командованием был Голиаф. Это никогда не было хорошей историей. Давид изначально не мог победить Голиафа. То же самое можно было сказать и о самой резиденции. Для людей Давида было практически невозможно победить второе оперативное командование Голиафа. Неужели это действительно то, что мы видим? О, это правда. Вторым оперативным командованием была взята под контроль большая часть людей, которые устремились в город Тегу. Они рано определили пробужденцев и существование реликвий, и они сделали пробужденцев своими собственными силами. Второе оперативное командование было не просто силой, а группой уже привилегированных людей, обладающих властью. С другой стороны, сопротивление было сборищем эксплуатируемых людей, которые не имели власти. Таким образом, сопротивление не смогло выиграть борьбу против второго оперативного командования в первую очередь. Но теперь второе оперативное командование было снято человеком. Только один человек. Вторая оперативная команда кричала только перед одним человеком. Нет, теперь криков больше не было слышно. Оставшиеся в живых бежали, не оглядываясь, и единственными оставшимися были мертвецы. Но это же абсурд. Ли Яна и члены сопротивления, наблюдавшие за этой сценой, в этот момент испытывали скорее страх, чем возбуждение. Это был страх, что мир изменился, пока они были пойманы в ловушку в стране Тэгу, и что он превратился в форму, которую они даже не могли себе представить. В этом страхе Ким появилась на крыше здания, в котором они находились. Стук. Ким появился с тяжелым звуком, с двумя мечами за спиной и третьим в руки. Он был ошеломляющей фигурой. Ким сделала однобокий жест. Идти. Ну и что? Все были так же удивлены, как и они. Как ты узнал, где мы находимся? Спросил Ли в ответ. Ответа на этот вопрос не было. Ким немедленно направилась к лестнице, которая вела на крышу. Ли снова повернула голову вслед за Ким, и она посмотрела вниз на здание мэрии Тэгу. Одно я знаю точно. Ли, глядя на горящую ратушу Тэгу, был уверен в одном факте на данный момент, я не должен делать его своим врагом. Не делай Кима своим врагом. Это был очень важный урок. 3. Здание, которое было недалеко от мэрии Тэгу. Лидер. Привет. Приятно познакомиться. Я так рада тебя видеть. В здании ли его коллеги смогли встретиться со своим лидером? Но встреча была не из приятных. Через что, черт возьми, ты прошел? Это было из-за ужасной внешности Чо Суньин. Трудно было найти хорошее место на всем его теле, когда он лежал на полу. Если бы брови, похожие на сосновую гусеницу, и глаза, все еще блестящие под ними, были другими, они бы не думали о нем как о Чо Суньин. Они не могли поверить, что в последний раз видели его лицо всего 5 дней назад. Внезапно самурай и ниндзя пришли в тайное убежище, убили всех остальных и пытали меня после того, как спасли. Что это за чертовщина была? Мы поговорим об этом позже кроме того, Чо не собирался делать этот момент приятной ситуации. Скажи всем через аварийную контактную сеть прямо сейчас. Оставь укрытие и жди, пока они не услышат от меня. Глаза Чо были серьезны. Двигайтесь прямо сейчас, повторил Чо своими глазами. Действовать было важнее, чем говорить о своем теле и ранах. Это было движущей силой, когда все стали Давидом и боролись против Голиафа. Когда все отворачивались от того, что было правильным, он смотрел на то, что было правильным и достойным. Он был самым честным маяком. Если маяк и показывал, что он должен делать, то только для них это было необходимо. Я все понимаю. Я сейчас перееду. Как только сопротивление возобновилось, Ким уже была внизу. Он был не один. Кодзима сидел на железном стуле в одних трусах, где несколько часов назад сидел Чо. Ким кипятил воду вместе с сидящим перед ним Кодзимой. Услышав это, Кодзима широко раскрыл глаза и спросил Кима, почему он кипятит воду. Ааа. Однако Кляп во рту не давал ему возможности нормально разговаривать. Я собираюсь сделать немного кофе. Тем не менее, Ким сумел понять слова Кодзимы и начал наливать воду в кофейник, который он приготовил после ответа. Дриблинг. Вместе со слабым звуком воды начал распространяться тонкий аромат кофе. Глаза Кодзимы при этом зрелище были полны страха и сомнения. Какого черта ты тут делаешь? Он ожидал, что его будут пытать. Но процесс приготовления кофе перед пыткой был совсем не тем, чего он ожидал. К счастью, сомнения Кодзимы длились недолго. Ким, наливший в кофейник столько воды, сколько ему было нужно, подошел к нему с чайником и наклонил чайник над его правым бедром. Дриблинг. Ааа. Горячая вода обожгла ему бедро, и стон вырвался изо рта. Аааааргх сумасшедшая. Боль прекратилась только после того, как наклоненный чайник Ким снова обрел свою первоначальную горизонтальность. Челанг. Челанг. Ким встряхнула чайник, чтобы проверить оставшееся количество воды, и снова наполнила его. Он поставил чайник обратно на огонь горящего твердого топлива. У меня есть несколько идей, о которых нужно думать, когда пытаешь людей, спокойно сказал Ким. По-моему, ты думал. Когда я кого-то мучаю, меня никогда так не мучают. Я не могу пострадать, и я в безопасности. Я уверен, что ты думал так же, когда мучил Чо, потому что это было слишком много, чтобы увидеть. Ааааргх перед жуткой заметил Ким. Коим посмотрел на расплавленной кожи на бедре, как он кричал. Ким больше не разговаривал с Кодзимой. Он не задавал вопросов и не ставил его в известность. Теперь было самое время подождать. Пришло время подождать, пока это боли его слова не укоренятся в сознании Кодзимы. Затем Ким организовала вопросы, которые он собирался задать. Он посмотрел своими черными глазами на след правой руки Кодзимы. Сумма силы и здоровья составляет 310 энергетический ранг B, защита C ранг, а остальные уровни сопротивления Мане и Мане D. Способности Кодзимы были превосходны. Он был воспитан. Было очевидно, что пробужденец по имени Кодзима съел чудовищные камни во время настоящей охоты на чудовищ. Это не только то, что он убил. Он не мог бы сделать так много, если бы охотился и ел в одиночку. Поэтому он также ел то, что убили другие. Ким перевел взгляд на меч, который он получил от Кодзимы. Хигекири. 2. Ранг реликвии. Ранг 2. 3. Реликтовая ценность. Особенная. 4. Способность реликвии. Это известный меч, который может похвастаться режущей силой. Он срубил они сверхъестественного агра. И у него есть таинственная сила, которая даже режет нереальные вещи, как будто соответствует прозвищу Оникири. Это была специальная реликвия второго сорта. Необычная реликвия, но оружие огромной ценности. Это была вещь, которая не была бы дана обычным людям. Эти две вещи говорили ему о ценности человека по имени Кодзима в Японии. Он очень важная персона. Он находится в очень важном положении, но Хайта мало что знал о Кодзиме. Проблема заключалась в том, что у Кима не было никакой информации о Кодзиме из той информации, которую он получил, пытая Хайта. Хайта вообще не мог забыть такого важного человека, как Кодзима. И если бы Хайта знал, Ким узнал бы о Кодзиме, потому что Хайта вырвал все, что он знал Ким. Кодзима приехал в Корею уже после того, как Хайта прибыл в Сеул, и об этом факте Хайта не было сказано. Другими словами, пока Хайта выполнял свою миссию в Сеуле, была создана новая операция, что означало, что Кодзима был вновь направлен для выполнения этой операции. Человек по имени Мусаси, которого в настоящее время называют мастером, должен был передать эту миссию Кодзиме. Ким объединил информацию и создал вопросы, которые проникли бы в трясущийся разум Кодзимы. А что это за новая команда, которую тебе дал Мусаси? Вопрос, проникший в самую сердцевину, заставил глаза Кодзимы широко раскрыться. Затем Кодзима крепко сжал кляп, демонстрируя свою готовность никому не говорить. Именно на такую реакцию Ким и рассчитывала. Поэтому он снова взял чайник и, наконец, предупредил Кодзиму. Не думайте, что корейцы будут терпеть японцев, которые играют шутки на корейском полуострове. 4. Чан Сон Хун был фактически вторым самым могущественным человеком в Республике Корея, и он сидел в кресле и жевал свою боль. Я сошел с ума. В последнее время у него было много работы. Как только все полномочия столичного оборонного командования были делегированы, гильдия маков должна была провести крупную реорганизацию. Но теперь это уже не было мучительным звоном. На самом деле, эта часть была легко обработана. Когда одна организация реорганизуется, самая проблемная часть это ответная реакция со стороны проигравших. Однако реорганизация шла гладко, так как при гильдии Мака такого восстания не было. Это было потому, что не было большего сдерживающего фактора, чем наличие Кима в качестве врага. Япония. Это была никто иная, как Япония, которая беспокоила Джана. Япония вновь горела желанием вторгнуться в Корею, и она уже была в движении. Если информация, полученная через Ниндзя и полковника Чен Сагука, была правдой, то она была более серьезной, чем ожидалось. Теперь это настоящая война. Это была необычная проблема. Фактически, конфронтация, существовавшая на Корейском полуострове, была близка к гражданской войне, но минимальная граница не была пересечена. Но если мы начнем войну с Японией, то это будет буквально национальная война. Там нет линии, чтобы держать друг друга отдельно. Но если целью будут Япония и Корея, то они окажутся за чертой, которую им вообще не следует пересекать. До сих пор история корейского полуострова и история японского архипелага доказывали этот факт. В том, что делают японцы, нет ничего странного. Поэтому мы должны иметь в виду все, что они могут сделать. Вот в чем была причина агонии. Япония сделает все, что может сделать с Кореей, и масштабы того, что может произойти, должны быть приняты во внимание, Хэм, Чан, который смотрел на Дэданге Адзида, висевшего в его кабинете, поднялся со своего места. И несколько огоньков на Дэданге Адзида, которые отражались в глазах Чана, начали быстро двигаться. Ха. Движущиеся огни были зелеными и синими. Почему эти ублюдки так внезапно переехали? И это движение было сосредоточено вокруг гор Сабек. Зеленые и синие огоньки двигались к горе Эмте, Гая и город Тэгу. Это было явное доказательство. Это слишком жутко, правда? Это было доказательством того, что огромная стена, которая до сих пор блокировала монстров, исчезла. Было очевидно, что кто-то пересек черту, которую не следовало пересекать. Джанк обшаривал взглядом горы Гая. А что там, в Гая? Черт возьми, это же храм Хаина. Глава 96. Лежа как труп посреди темной комнаты. Чо повернул голову и увидел человека, входящего в комнату. О, так ты здесь? Чо приветствовал визит этого человека. Как поживаете? Надеюсь, у вас был хороший результат. Давайте еще немного поговорим. Однако атмосфера Ким Тхахуна была не слишком приятной по сравнению с атмосферой Чо, который радостно приветствовал его. Это было хуже всего. Его образ был пугающим. И все из-за этого. Чо вспомнил тот момент, когда он впервые встретил Ким. Это никогда не было лучшим видом первой встречи. Нет, если бы Чо был Кимом, он бы не отказался от первой встречи. По крайней мере, он использовал бы этот факт для переговоров. Ха-ха, я был так груб на первой встрече, не так ли? Чо был готов извиниться. Пожалуйста, поймите. Поскольку вы видите мое нынешнее состояние, я был так сильно замучен, что ничего не видел. И я извиняюсь, если вы все равно обиделись. Это было искреннее извинение. Это было не просто извинение человека, но извинение, которое должно быть сделано как лидер организации под названием «Сопротивление». Я должен как-то разобраться с этим парнем. Хотя Ким разрушил мэрию Тэгу, штаб 2-го оперативного командования, вся власть еще не рухнула. Штаб только что рухнул, и силы 2-го оперативного командования все еще оставались достаточными. Конечно, 2-ое оперативное командование признало бы все это шедевром «Сопротивление». Так как же будет действовать 2-ая оперативная команда? Поднимут ли они руки к небу и объявят ли они о своей капитуляции? Или же они сделают все возможные, чтобы искоренить силы сопротивления? Если мы упустим этого парня, ущерб будет неконтролируемым. Ответ был очевиден. В такой ситуации не было бы никакой победы, если бы они пропустили Кима, единственную линию жизни «Сопротивление». При необходимости они должны встать на колени голыми и поклониться. Кроме того, чё был человеком, который мог сделать так много, человеком, который был готов сделать это, если он мог спасти жизнь своих коллег в обмен на его позор. Однако выражение лица Кима совсем не изменилось при таком искреннем извинении. Это было жутко, жестоко и кроваво. «Пожалуйста, выдохни пар, и если ты хочешь, я встану на колени перед тобой здесь. Сколько войск находится в Храме Хайн?» Впервые слова вырвались из твердого лица Ким. Ну и что же, какова численность и качество войск 2-го оперативного командования, дислоцированных в Храме Хайн? На этот вопрос Кима Чо удивился, о чем он говорит. Однако Чо был очень сообразителен. Вместо этого он сменил вопросительный знак на своем лице на восклицательный, как будто что-то заметил. Глаза Чо изменились, и он стал похож на Ким. Оказавшись в Хайнсе, почти все войска 201 и краткой десантной бригады постоянно дислоцируются там, и еще три пехотных батальона развернуты по всему Гайсанскому национальному парку. Кроме того, 52-я группа военной поддержки регулярно осуществляет транспортировку предметов снабжения, а 52-я группа военной поддержки имеет около двух батальонов войск сопровождения. Это было детальное объяснение. Благодаря этому объяснению Ким смогла перейти к следующему вопросу, а сколько всего пробужденных, пробужденцы? А, трое из тех, кто был назначен полковником, всегда находятся там. Насколько силен полковник? Ну, Чо вспомнил пробужденного, который получил звание полковника? Второе оперативное командование присвоило им майорское звание первым пробужденцам. С тех пор те, кто внес свой вклад, или пробужденцы с превосходными способностями, получили более высокий ранг. Полковник — это звание, которое получают те, кто обладает выдающимися способностями и достижениями. А что, если ты сравнишь их со мной? Они не могут сравниться с тобой. Естественно, они были не настолько хороши. Они не могли сравниться с Кимом. Они могли бы остановить этого Каджиму, самурая, которого ты поймал. Они вовсе не слабы. Действительно, есть три полковника, которые выжили в войне против зеленоглазого монстра, который когда-то появился. Ким закрыл глаза, когда услышал эти слова. Он мысленно закончил свои расчеты. С такой силой они не смогут остановить его. Когда он закончил свои вычисления, Ким что-то взял у него из рук. Это была скульптура птицы Ак-Джа. Он ввел ману в Ак-Джа, и затем размер Ак-Джа, половина размера пачки сигарет, начал расти. Тогда Ак-Джа, который теперь был голубем, ждал своего приказа, положив голову ему на ладонь. Чан Сон Хун, сказал он Ак-Джа, три пятака кориана в Хайнсе сейчас повреждена. Виновник Япония. Следите за передвижениями монстров в горах Сабек и выводите наши войска, ожидающие возле гор Сабек. Доставьте движения монстров через Ак-Джа. Ким, который закончил свою речь, вспомнил лицо Чана в своем уме, глядя в глаза Ак-Джа. Ак-Джа, спокойно выслушав слова Кима, кивнул. Иди и передай ему, что я сказал. Когда приказ был отдан, Ак-Джа начал махать своими мощными крыльями. Он быстро вышел из комнаты. Отослав Ак-Джа, Ким снова обратил свое внимание на Чу. В этот момент он уже не мог найти ни отдыха, ни веселья на лице Чу. Что ты имеешь в виду? Говоря, что три пятака кориана повреждена. Ким Тхэхун немедленно ответил на этот вопрос. Это моя ошибка. Ну и что же? Самурай Кодзима пришел сюда, чтобы сжечь три пятаку кориану из Хайнса. Если ситуация не будет хорошей, нет, что такое? Кодзима был человеком, которого Япония подготовила на всякий случай. Даже если все пойдет не так, как планировалось, Япония хотела бы оставить неизгладимый шрам на корейском полуострове, который нельзя было бы убрать и посеять ужасную путаницу на ране. Япония была осведомлена об удивительном сокровище три пятака кориана. И если ситуация не была хорошей, она также планировала сжечь три пятака кориана. Сначала Япония намеревалась перенести три пятака кориана в Японию. В Японии не было сокровищ, которые защищали бы огромную территорию в 40 километров от угрозы монстров. Проблема была в том, что три пятака кориана была слишком большой, чтобы просто взять ее. Именно по этой причине Япония готовилась сжечь его. В этой ситуации я пытал Танаку, который пришел, чтобы поймать Лиена, а затем убил его. Проблема в том, что у них есть способ проверить смерть своих коллег через сикигами. Японские призраки, как только Танаку умер, ниндзя, которые ждали вокруг Хаинса немедленно сожгли три пятака кориана. И смена огня произошла не только из-за смерти Танаке и Кодзимы. У Японии не было никаких трудностей с решением, что делать, потому что был способ понять смерть коллеги в режиме реального времени, используя сикигами. Когда Ким пытал Танаку и получил от него информацию и убил его, этот факт был передан ниндзя, которые ждали вокруг Хаинса в режиме реального времени, и они немедленно действовали. Ким действительно нажал кнопку бомбы, установленной в храме Хаинса. Какого черта? Однако это было просто абсурдно для Чо, который не знал подробностей. Нет, даже если бы он знал подробности, он не смог бы принять этот факт сейчас. Нет, какой же сумасшедший ублюдок сжег его? Это было настоящее сокровище. Это гордость, которую Республика Корея будет дарить будущим поколениям на Корейском полуострове. Поэтому даже в ситуации, когда второе оперативное командование и сопротивление убивали друг друга, Трипито-Кокориана была исключена из боя. Сопротивление не коснулось Трипито-Кокорианы, и второе оперативное командование не вывело войска для защиты Трипито-Кокорианы, независимо от того, насколько серьезными были действия сопротивления, но теперь сокровище горело. И тут произошла эта нелепая вещь. Это было что-то неприемлемое. Это было то, чего не должно было быть. Но в этот момент Ким смогла внятно объяснить, почему она горела. Потому что это война. Это была не просто война, а война между двумя странами, Кореей и Японией, которые ненавидели друг друга. В такой войне они могут сделать все, что угодно. Как только Япония проявила свою волю, они сделали что-то с Кореей. Другими словами, независимо от того, что Корея будет делать против Японии с этого момента, это не будет проблемой. Так что в этот момент Ким не была в ярости. Война ведется не из-за эмоций. Что бы мы ни делали, война это не просто война. Когда вы становитесь эмоциональным, все рушатся. Ким судил об этом спокойно и хладнокровно. Самая большая проблема на данный момент это синее чудовище, которое сейчас движется. Во-первых, перед Ким встал самый важный вопрос. Проблема, с которой он столкнулся прямо сейчас, не была жгучей Трипитакской Кореаной. Он уже был потерян. То, что они потеряли, уже не возвращалось. Проблема заключалась в том, что город Тегу, который был защищен Трипитака Кореана, был подвержен монстрам после исчезновения Трипитака Кореана. В настоящее время большинство выживших в районе Кенсона были собраны в городе Тегу. Для монстров Тегу Сити был самым желанным местом для ловли рыбы в мире. Прежде всего у Тегу не было хозяина, и это было важно. Отсутствие хозяина означало, что им не нужно было занимать эту территорию через борьбу с другим сильным монстром. Первым должен был прийти хозяин. Совершенно верно, в Тегу прибывает голубой монстр. В этом-то и была проблема. И это была проблема, которую нужно было решить. Ким не собирался ехать в Японию, оставив позади угрозу для земли Корейского полуострова. Я убью двух голубых монстров. Другими словами, в тот момент, когда угроза Корейскому полуострову исчезнет, следующей целью Ким останет Япония. 6. Сначала все горные монстры Сабика двигались одновременно, но в какой-то момент движение прекратилось, и вместо этого двигались только два синих монстра. Один из них переезжает в Тегу. Предполагаемый маршрут должен войти в город Тегу после прохождения через Полгангсон. Голос Чен Сонхуна отчетливо прозвучал изо рта Агджа. История была длинной, но ни одна из этих длинных историй не была хороша. Все это было ужасно. О, боже мой! Когда Агджа, наконец, сказал все, Чо, который закончил схватывать ситуацию, да и после заговорил со вздохом. Голубоглазый монстр был совсем рядом. Чо также знал, что класс монстра варьировался в зависимости от цвета глаз. Самым сильным монстром, которого он видел до сих пор, был монстр с зелеными глазами. Кроме того, зеленый монстр был триггером для него, чтобы организовать сопротивление. В марте, когда второе оперативное командование раскапывало царские гробницы, чтобы найти манпасек Джакайдюмчу Кавкенджу, пока снег еще лежал на земле, появился зеленый монстр. Результат был ужасен. Шесть тысяч смертей и четыреста мертвых пробужденцев. Чо видел эту сцену воочию, и он не мог смириться с тем, что ему приходится продолжать работу по раскопкам царских гробниц, не зная причины этого в мире, полном монстров. Но теперь Ким сказал, что есть более сильный монстр, чем зеленый класс монстра. Ни за что. Чо был ошеломлен этим ужасным фактом. И в то же время он помнил о своем долге. Мы должны эвакуироваться. Мы должны рассказать Тегу-Сити об этом факте. Мы должны проинформировать второе оперативное командование. Мы должны их эвакуировать. Аааааа. Чо попытался поднять свое тело, но он закричал от боли, исходящей от его ног и пальцев. Он не мог стоять один, но все же попытался подняться, хотя и кричал. Нет, если мы его отпустим, он убьет нас всех. Я должен буду эвакуировать их всех в этот момент. Он только думал, что должен эвакуировать всех. Все, о чем он мог думать, это то, что он может спасти еще одного человека. Чо думал, что один из них мог бы выжить, даже если бы он был солдатом второго оперативного командования, который хотел убить его. Он был таким человеком. Во-первых, он не организовывал силы сопротивления для собственной выгоды. Чтобы сказать, что правильная вещь была правильной, а неправильная вещь была неправильной, он организовал сопротивление, черт возьми, Ким был впечатлен таким образом Чо, более того, это был первый раз, когда он увидел такое чувство справедливости от Чо, Чо был единственным, кто так печально плакал о ценностях, которым все должны следовать, он похож на маяк только, тогда Ким понял, почему он попросил себя в этом списке сделать его президентом, Чо был тем, кто пойдет к правильным ценностям посреди хаоса, он был человеком величайших добродетелей, необходимых для того, чтобы быть лидером великой группы, однако в этот момент Ким не была так сильно впечатлена, это было не то время, чтобы быть настолько растроганным, что его сердце было переполнено, так как он был охотником, что действительно имело значение для охотника Ким Тхэхуна, так это его отношение к чудовищу, которое приближалось к тегу, голубой сорт, Первое, что должен сделать охотник, прежде чем начать охоту, это измерить уровень своей добычи, в настоящее время он не знал личности синего монстра из города Тэгу, он не знал, было ли это дикое животное или летающее животное, и он не знал, на что оно было способно, тем не менее, он должен был оценить его силу, точкой отсчета является Гамецацк, На данный момент, Ким установил Гамецацк в качестве отправной точки, он обдумал сражение с Гамецацкой и указал на нынешнее отличие от битвы в то время, нет никакой первой помощи, теперь вокруг меня нет ни Кейт, ни Бангхенвука, он не стал снимать Гамецацк только с его силой, в некотором смысле, помощь Кейт была огромной, он не знал, чем бы все это кончилось, если бы не звоночек на хвосте крысы колокольчика, Я сейчас гораздо сильнее, чем тогда, уровень реликвий, которые у меня есть, отличается, здесь есть пара курган, золотые серьги, Чан Мачонг, Хванда Адаэда, фигура лошади типа глиняной статуи слуги и Хигекири из Кодзимы, теперь я гораздо сильнее, способности, которые у меня есть, отличаются, телекины с ранга и вспыхнувший гнев сделали меня более сильным охотником, однако я не уверен, но одного этого было недостаточно, чтобы обеспечить победу, Ему нужна была еще помощь, К-2, здесь Ким вспомнил о военно-воздушной базе К-2 в Тегу, радиолокационная или беспроводная связь в настоящее время недоступна, поэтому истребители также крайне неэффективны, просто взлет и посадка сразу же вызовет аварию, но огневая мощь, подготовленная к вооружению истребителей, действительно, балканские пушки, которые используются для истребителей, очень мощные, Если бы второе оперативное командование не было дураками, оно бы сделало несколько модификаций, чтобы оно могло использовать огневую мощь на базе ВВС-2 в ситуациях, когда оно не может управлять истребителем, еще несколько человек, однако Кима было нелегко убедить, даже если он включил эту огневую мощь, это будет одиночный бой против уникального монстра, Ложное убеждение означало бы смерть, поэтому он задавал вопросы, какие реликвии привезла вторая оперативная группа из Кинджо, они привезли все из национального музея, а какая самая важная реликвия, этот вопрос сразу же напомнил Чуа реликвии, на военно-воздушной базе К-2 есть колокол короля сонт-дока, в Ангаре, Ким спросил в ответ, у вас есть какие-нибудь фотографии колокола короля сонт-дока, у меня нет никаких фотографий под рукой, Ким поджал губы, услышав ответ, Это был бесполезный вопрос, сейчас Чу был просто одет в свою пижаму, но я помню, однако память Чу оказалась гораздо лучше, чем он ожидал, если кто-то звонит в колокол, это побеждает всю злую силу и ослабляет монстров, реликвия относится к первому классу, и ее ценность особенная, кроме того, Чу быстро заметил то, что Ким хотела услышать, когда мы охотились на зеленого монстра, колокол короля сонт-диака стал сменой игры, Как только прозвенел звонок, зеленое чудовище закричало, как только Ким услышал это, он был уверен, я могу убить его, учитывая данную мощность, текущую мощность в тегу, мат стоил того, чтобы попробовать, Теперь оставалось только одно, а стоит ли его убивать, охотники не охотятся за бесполезной и бесполезной добычей, Ким посмотрел на Чу и задал вопрос, если я убью синего монстра, вы сможете взять под свой контроль вторую оперативную команду? Услышав это замечание, Джо долго думал и коротко ответил, это вполне возможно, если ты покажешь всем, что ты на моей стороне 7. Е-э-э-эк Это был ледяной зверь с головой льва, орлиными крыльями и змеиным хвостом, это был гигантский зверь, достигавший 10 метров в длину 8. Е-э-э-э-эк Это был также зверь, который замораживал все, что было вокруг него, когда он двигался 9. Киурунг В то же время, это был предводитель волков с белым мехом, достаточно многочисленным, чтобы они выглядели так, как будто они покрывали снежное поле, и у всех были оранжевые глаза 9. Киурунг Зверь стоял на вершине полгангсона, берабонга смотрел вниз на город Тегу и спустил громкий крик, в этот момент его глаза светились голубее, чем тело 10. Монстр-морозильник заявил, что город Тегу был его территорией в этот момент, и что все там было его игрой 10. Глава 97 база ВВСК-2 Дом истребителей Ангар был установлен на заднем плане широкой взлетно-посадочной полосы, он был наполнен суматохой в течение длительного времени Там какое-то чудовище Какое чудовище? Чудовище, сделанное из золотого дыма А чем, черт возьми, ты говоришь Ты что, с ума сошел? Я не сумасшедший Это правда Основной причиной беспорядков стали солдаты и выжившие, принадлежащие ко второму оперативному командованию, эвакуированному из мэрии Тегу Их было не так уж мало, и здесь было так много больших ангаров, построенных для хранения истребителей, что они превратили вешалки в беспорядок Там было чудовище Нет, это была скорее суматоха, чем беспорядок Те, кто эвакуировался из мэрии Тегу, постоянно дрожали, высказывая свои страхи То, что они услышали и испытали, и страх начал легко занимать ангары Что, черт возьми, происходит на этот раз Такова была действительность Если бы кто-то сказал, что слон с золотым дымом появился в 2016 году и бросил уличный фонарь с его удлиненным носом Он или она были бы доставлены в психиатрическую больницу под лечение сумасшедшего Но 2017 год был другим В мире, где появлялись чудовища, рождались пробужденцы Существовали реликвии Слон из золотого дыма был теперь реальностью и фактом, который каждый должен был принять Не было никакого сдерживания в страхе, который начал распространяться подобным образом Вот дерьмо, да прекрати же ты Бригадный генерал, ситуация такова Не говорите о ситуации, просто придумайте контрмеры Контрмеры Бригадный генерал, у нас нет никакого способа контролировать это А кто тебе сказал, чтобы ты его контролировал Наращивайте свою военную мощь Вернись как-нибудь в мэрию Тегу Сколько раз я говорил тебе составить план операции и собрать войска, чтобы отбить мэрию Тегу Суматоха была вызвана тем, что командиры, которые должны были обуздать этот страх Не смогли выполнить свою часть работы Конечно, никто не мог обвинить их просто в некомпетентности Помимо некомпетентности, эта ситуация была чем-то таким, чего никто не испытывал и не ожидал Город Тегу был слишком спокоен, чтобы предвидеть и пережить эту ситуацию Город Тегу, который был защищен Трепета как Ариана, даже не позволял монстрам оставлять свои следы А мэрия Тегу даже не позволяла оставлять следы сопротивления Было бы слишком просить тех, кто воспринимает такую безопасность и спокойствие как должное Дать надлежащий ответ на сложившуюся ситуацию Черт возьми, сделай это! Бригадный генерал Ледичжу, пожалуйста, успокойтесь Успокойся, если мы будем продолжать в том же духе, я буду в опасности Самое главное, что именно Ледичжу испытывал самый страшный страх в тот момент, а не командиры Он был командиром крыла 11-краткой воздушной армии, и он уже был почти убит сопротивлением Поэтому бригадный генерал Ледичжу знал об организации сопротивления лучше, чем кто-либо другой Если бы у сопротивления была такая власть, то очевидно, что они пошли бы только за высшими лидерами Целью сопротивления было не уничтожение 2-го оперативного командования, а раскрытие правды До сих пор сопротивление было сосредоточено на лидерах и руководителях, а не на рядовых солдатах И они сосредоточились на пропаганде, а не на войне Вот почему 2-ое оперативное командование хотело захватить Лиена, поскольку это было совершенно не похоже на то, что средний человек говорил о пропаганде и что Лиена говорил о пропаганде С другой стороны, это было все, что могло сделать до сих пор сопротивление Война против 2-го оперативного командования даже не предпринималась, и между этими двумя силами существовала подавляющая разница в силе Но теперь все изменилось, сопротивление теперь обладало силой, способной в один миг разрушить мэрию Тэгу Это опасно Вот еще один фактор, который сводил с ума бригадного генерала Лиды Чжоу Контакт с командованием обороны столицы, которое поддерживало 2-ое оперативное командование, больше не был доступен Даже последний контакт должен был попросить их подготовиться, так как командование обороны столицы было в опасности и планировало эвакуироваться во 2-ое оперативное командование Однако с тех пор, как он получил эту информацию, с ним никто не связывался Это действительно опасно За спиной бригадного генерала Лиды Чжоу не было стены, на которую можно было бы опереться Там была только скала Черт возьми Бригадный генерал Лиды Чжоу снова щелкнул языком, и его люди вспотели прямо перед ним С мужской стороны ответа не последовало, и их положение не так уж сильно отличалось от положения бригадного генерала Лиды Чжоу Потому что все они были полковниками и командирами, кто-то прибежал на бегу Ре, сопротивление ли? Лидер Чжо Суньен попросил о встрече или разговоре Ну и что же? Бригадный генерал Лиды Чжоу сделал глупое выражение на это нелепое сообщение Что ты имеешь в виду? Чжо Суньен пришел лично При словах своего подчиненного Лиды Чжоу начал расчесывать свою темную бороду, как сумасшедший, с ошеломленным видом Что ты имеешь в виду? Этот безумец Паника была самым очевидным словом, чтобы выразить его душевное состояние Конечно, для Лиды Чжоу было невозможно сделать правильное суждение А чё Суньен здесь? Ну и что? Да, что ты там делаешь? Все, что он мог сделать, это принять крайнее решение Иди и убей его Убей его Ну и что? Вы сумасшедшие ублюдки Если он здесь, убейте его Ты собираешься оставить его в живых? Бригадный генерал Лиды Чжоу был довольно зол на пустые лица своих людей И теперь он встал так, как будто собирался убить самого Чо Суньен Он положил руку на пистолет, висевший у него на поясе Это была его самая большая и последняя ошибка Свист Стрела вошла в кабинет и мгновенно пронзила голову генерала Лиды Чжоу Аяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя!!! Гэк Мужчины в испуге вскочили. Одна из них упала на диван, на котором он сидел. Несмотря на всю свою жесткость, все безмолвно смотрели на мертвое тело бригадного генерала Лидычжоу с бледным, как у покойника, лицом. Через несколько минут появился новый человек. Чо Суньен хочет заключить сделку с преемником Лидычжоу. 9. Истребители F-15К ждали пробега, который должен был когда-нибудь произойти, и в этот момент в ангаре появилось нечто редкое. Это была инвалидная коляска. Чо Суньен сидел в инвалидном кресле. Это было необычно во многих отношениях в ангаре, поэтому все около сотни солдат 11-го отделения ВВС, которые заполняли ангар, смотрели на Чо. Я сошел с ума. Конечно, солдаты, которые смотрели на Чо, были более бдительны, чем напуганы. Некоторые были готовы нажать на спусковые крючки и нацелить на него оружие. В этот момент Чо был уверен, что он примет этот факт по-своему, потому что у него были смелости-способности, которыми обладали очень немногие люди. Я действительно сошел с ума. Проблема была в том, что Ким Тхэхун, который до сих пор толкал инвалидное кресло Чо, действовал совсем недавно. Ким убил бригадного генерала Ли Дэчжоу. Чо пришел вести переговоры с Ли Дэчжоу, но Ким сразу уже убил его. Мало того, Ким убил Ли Дэчжоу стрелой без перьев с большого расстояния. Причина заключалась в том, что у Ли Дэчжоу не было намерения вести переговоры. Ничего себе, это сводит меня с ума. Причина и сам процесс все это чепуха. В этот момент, однако, Чо не выглядел удивленным событиями, а скорее принял внешний беззаботный образ вопреки его удивленным мыслям. Он выглядел таким спокойным, что это определило его имидж. Как раненый крестный отец мафии, он сел в инвалидное кресло и стал демонстрировать свой вес. Атмосфера ангара начала меняться. В изменившейся атмосфере Чо смог найти приближающуюся толпу и мгновенно опознать лицо одного из них. Полковник Бекхосиап. Это был полковник Бекхосиап, командир 110-и краткой боевой эскадрильи. Его лицо было белым, как полотно. Это было так странно, что его лицо стало таким белым. С таким испуганным лицом он встал перед Чо и едва успел спросить. Ты хочешь вести переговоры, Чо? В этот момент Чо немного вытащил свое тело из инвалидной коляски и сказал, сидя как кусок жеваной веревки. Это была неспешная фигура. Это было настоящее представление. Это была актерская игра, в которой нужно было исказить свое настроение в разговоре. Полковник Бекхосиап, разумеется, нахмурился. Вы, конечно, сумасшедший. Вы хотели вести переговоры, но убили бригадного генерала. Услышав это замечание, Чо пожал плечами. Я не хотел вести переговоры в первом раунде или во втором раунде переговоров таким образом. Мы должны провести переговоры прямо здесь сегодня. Но Лидычжу не хотел вести переговоры с партнером. И что же мне теперь делать? Мне пришлось сменить партнера по переговорам. Те, кто слышал разговор в этот момент, могли видеть, что это не были переговоры. Это была угроза, а не переговоры. Если бы это было в обычное время, полковник Бекхосиап никогда бы не ответил на угрозу. Так о чем же ты хочешь договориться? Однако в этот момент полковник Бекхосиап спокойно задал вопрос вместо того, чтобы рассердиться. Когда Чо увидел его лицо, он был убежден. Игра окончена. Он пришел вести переговоры, но на самом деле переговоры закончились. Я расскажу вам вкратце. Итак, в данный момент Чо не тратил времени и слов на споры. Голубоглазый монстр скоро придет сюда. Чепуха какая-то. Что не имеет смысла, так это посылать кого-то рыть королевскую гробницу в мире, полном монстров. Это это. Заткнись и послушай меня. Рано или поздно в городе Тегу появится монстр с голубыми глазами, и мы его убьем. Как же так? Полковник Бекхосиап вместо ответа выразил свои чувства растерянным взглядом. Услышав слова Бекхосиапа, Чо посмотрел на Кима из-за своей инвалидной коляски. Бекхосиап, естественно, перевел взгляд на Кима, но его пристальный взгляд длился недолго. Бекхосиап не мог долго смотреть Киму в глаза, как будто крыса не могла видеть глаза змеи. Ситуация именно такова, как сказал Чо. Чудовище приближается, и я убью его. Так что мне нужно ваше полное сотрудничество, сказала змея-крыся. Полное сотрудничество. Отдай мне все, что у тебя есть, не только оружие, но и колокол короля Сандиака. Это просто смешно. Это. Киая-яй-яй-онг. В этот момент таинственный и неизвестный крик пронесся по базе ВВСК-2. Гек. Вдалеке, хотя это был очень далекий крик, он подействовал на тех, кто заполнял ангар. Там было много солдат, которые шатались, падали и становились на колени. То же самое было и с Чо. Проклятие, проклятие, проклятие. Оно действительно пришло. Дрожь. Чо начал дрожать в своем инвалидном кресле, и полковник Бекхосиап и его люди, которые все это время сидели лицом к ним, тоже изо всех сил старались не упасть на пол. С таким расстоянием, направлением. Это Полгангсон. Он пришел туда гораздо быстрее, чем я думал. И видя, что он кричал, чтобы вызвать страх, он не хочет тратить время. Это будет прямо здесь. Только Ким стояла прямо. Ким, стоя так прямо, повернулась к потолку. Затем он открыл рот и выдохнул энергию из своего нутра. А-а-а-о. Вой. Вой, который исходил из арта Кима после долгого времени, начал смягчать силу страха, который заполнял ангар. Гек. По всему дому раздавались звуки возвращающегося дыхания. Полковник Бекхосиап, который все это время дрожал перед Кимом, казалось, успокоился, снова сосредоточившись на его глазах. Конечно, количество страха, имплантированного зрачками Кима, осталось. Я скажу тебе еще раз потребовал Киму Бекхосиапа. Нам нужны М61 и колокол короля Сонддока. Ответа не последовало. В ответ последовал лишь Кивок. Десять. Прямое расстояние от Бирабонга-Полгангсона до базы ВВСК-2 составляло около 13 километров. Тропинка, расположенная в крутом горном хребте, была дорогой, которая буквально никогда не имела прямого участка. Но теперь на горном хребте строилась дорога. Это была не просто дорога, а белая дорога. Широкая белая дорога, около 20 метров в ширину, строилась в реальном времени с пугающей скоростью. Замерзаешь. Белая дорога была тропой морозильника, ледяного монстра с голубыми глазами. Замерзаешь. Холод от всего его тела заморозил все вокруг. Это было невероятное зрелище. Но удивительное зрелище на этом не закончилось. По белой дороге бежали волки. Там постоянно раздавался вой. Группа снежных волков изо всех сил преследовала морозильника. Количество снежных волков было трудно измерить. В мире, который был превращен белым морозильником, они были полностью скрыты. Тот факт, что они двигались группами, невооруженным глазом было нелегко подтвердить. Это была сцена, которую нельзя было увидеть или которой нельзя было доверять. Но самым удивительным зрелищем была их скорость. Даже на крутых горах и склонах холмов они не колебались. На спусках они бросались вниз и ускорялись, а на подъеме изливали свою силу. Им потребовалось около 10 минут, чтобы добраться до города Тегу. Покинув гору Палгонг, это было всего лишь мгновение. Прежде чем жители города, которые были подвержены страху, что морозильник работает лучше всего, смогли восстановить свою свободу от страха. Сотни снежных волков во главе с морозильником и его командами были в городе. Разумеется, никакого сражения не было. А-а-а-а-а-а-а! Са! Спаси меня! Это была всего лишь односторонняя трапеза. Это был также ненасытный пир. Гав-гав-гав! Снежные волки съели все, что могли, чтобы заполнить свои пустые желудки после взрывной гонки. Нюхай! Они откусывали то, что могли видеть, а потом гнались за тем, чего не могли видеть своими носами, и кусали это. Белые снежные волки начали бродить по городу Тегу, оставляя следы красных следов, завывая от нетерпения. Фризер только смотрел на эту сцену. Казалось, что это не остановит снежных волков от того, чтобы съесть слишком много. Это было время обжорства, дозволенного хозяином. Только звук колокольчика остановил чревоугодие, которое не могло остановиться и не имело причины останавливаться. Дух. Вместо того, чтобы быть чистым, это был грустный, печальный и ужасный звук. Вместо того, чтобы произвести впечатление на слушателей, действия снежных волков, которые наслаждались чревоугодием, застыли от звука, который заставил их вздрогнуть. Дух. Когда колокол зазвонил снова, несколько снежных волков попятились с испуганными глазами. Эй, некоторые начали дрожать, опустив хвосты, когда они кричали. Дух. Как только прозвенел третий звонок, неустойчивые снежные волки посмотрели вверх. Ау-у-у-у-у-у. Завывая, снежные волки сомкнули свои пасти, чтобы бороться против звука колокола. Он начал распространяться и становиться все громче. Поникшие хвосты снежных волков тоже постепенно стали подниматься к небу. Ту-ту-ту-ту-ту. Это была артиллерия, которая остановила исцеление. Ту-ту-ту-ту-ту. Нет, это было скорее чудовище, чем пушка. Это был вулкан М-61. Звук, издаваемый шестью тысячами выстрелов в минуту с шестью вращающимися орудиями, 20-миллиметровыми снарядами длиной во взрослую ладонь, идеально подходил для выражения монстр. Еще более чудовищным было то, что Ким расстрелял вулканца М-61 своими руками, как пулемет, и даже ствол, полный десятков килограммов пуль на его спине. Ту-ту-ту-ту-ту. Ким продолжал стрелять, даже точно целясь по мишеням, несмотря на непрерывный огонь. Эй, не было такого понятия, как снежный волк, справляющийся с нападением. 20-миллиметровый снаряд, а не просто пуля, разорвал их на части гораздо больше, чем просто проколол шкуры снежных волков. Ту-ту-ту. Когда вулкан М-61, выпустивший тысячи пуль на одном дыхании, сделал паузу, Ким посмотрел на Фризера, который все еще осматривал всю сцену на дороге своими черными глазами. Он не проявлял никакого интереса к этой сцене. Другими словами, он не чувствовал никакой угрозы в этом факте. Ким прицелился в него из вулкана М-61. Однако он не сразу выстрелил. Как только я выстрелю, это будет только начало. Невозможно убить этого монстра всего лишь несколькими снарядами от вулкана М-61. Это только разозлит его. Битва начнется, как только начнется стрельба. Итак, Ким ждала, что звонок прозвенит снова. Дух. Как только прозвенел звонок на лицо Кима, легла маска-хахуталь, которая нежно покоилась на его плече. Ту-ту-ту. М-61 Кима наконец-то выстрелил снарядами. Ки-я-я-я-йонг. Фризер, который до сих пор был безразличен, изрыгнул страх на Ким. Битва уже началась. Глава 98. Что самое главное при охоте? Ответ на этот вопрос ясен. Роковой момент, фактор, который, безусловно, может привести жертву к смерти, является самым важным. Разве это не общеизвестно, что человек, который не знает, как убить свою добычу, не может охотиться должным образом? Это еще более верно, если жертва не просто животные, а монстр не просто обычный зверь. Мне нужно его найти. У монстров есть все, что выходит за пределы естественного. Защита их тела, физическая сила, жизненная сила и физическое состояние находятся на уровне здравого смысла, и поэтому воображение легко растоптать. Нельзя быть уверенным в смерти, если сломать ему голову и заставить истекать кровью. Охотники охотясь на монстров, следовательно, должны иметь в виду самое главное об охоте. Мне нужно найти его сердце. Охотники должны помнить, что слабое место каждого монстра – это его сердце. Когда они думают о чем-то еще, кроме этого, их мышление бессмысленно, и охота, которую они выполняют после того, как они беспокоятся об этом, является безусловным провалом. Ким Тхахун знал это лучше, чем кто-либо другой. Поэтому, когда он посмотрел на морозильник и увидел голубые глаза, встроенные в полупрозрачное тело изо льда, он знал, что найти его сердце было его главным приоритетом. Тогда как же он найдет его сердце, я этого не вижу, он не мог сразу найти его сердце глазами черной змеи, он не видел ничего внутри его прозрачного тела, что, как он был уверен, было его сердцем. Если так, то когда я сделаю следующий шаг, я должен заставить его сердце двигаться каким-то образом, я должен заставить его злиться, бояться или испытывать боль. Вот что сейчас делала Ким. Ту-ту-ту-ту-ту. Ким, который бежал между зданиями, между одной крышей и другой, также легко переходя через каменные ступени, бомбардировал фризера вулканцем, который следовал за ним. Выстрелы были точными. Его умение стрелять и глаза черной змеи сделали вулканца в его руках таким же точным, как снайперская винтовка. Это была идеальная стрельба. Пинг-пинг. Скорлупа вулкана начала покрывать тело фризера рябью. Однако это было все, хотя глубоко врезанные, 20-миллиметровые страшные снаряды не смогли проникнуть внутрь. Это был результат, который не соответствовал силе вулканца, который мог пробиться. Даже шрамы, оставленные вулканцем, не продержались долго. Скороговорка. Ледяное тело было разбито в дребезги и упало на землю, а рана, которая открылась так быстро, зажила сама собой. Рот Кима искривился, когда он посмотрел на эту сцену глазами хохутала. Я не думал, что это будет больно с вулканцем, но сила вулканца просто ошеломляет. Это не потому, что кажется разумным иметь вулканскую пушку, которая весит более 100 килограммов на дорогом истребителе, который изо всех сил пытается уменьшить свой вес каждый немного. Конечно, Ким не думал, что он сможет убить синего монстра только с вулканцем. Оно слишком сильное. И все же то, что сейчас увидел Ким, его совершенно потрясло. Еще более шокирующим было то, что в этот момент фризер, который бежал между зданиями за ним, никогда не использовал свой страх. Самое очевидное оружие, которое у него было. Я даже не могу заставить его использовать свой страх. Страх самой очевидной оружии монстра. Это мощное оружие, особенно против людей. Страх синего монстра имеет ужасное влияние на тех, кто имеет уровни энергии ниже ранга. Конечно, монстры используют страх без колебаний, когда они чувствуют угрозу или когда вещи трудны. Все монстры, с которыми Ким сталкивалась до сих пор, были одинаковыми. Прежде всего, монстры имели навыки обучения и не было никакой возможности, что фризер не знал, что страх был более мощным, чем любая другая способность. Итак, он носил маску, хохуталь. У нас не так уж много времени. Эффект андонг хохоитал был значительно увеличить уровень способности, давая владельцу владения духом эффект. Конечно, Ким был в такой ситуации, когда им овладел дух. Это было видно на тыльной стороне его правой руки, и больше нигде. Основная способность. Мышцы. 911. Здоровье. 902. Особые возможности. Энергия. Оранг. Мана. Оранг. Телекинез. Оранг. Защита. Оранг. Сопротивление Маны. Оранг. Способность Кима получить одержимость духом была достаточно подавляющей. Он ясно ощущал способность, которая так резко возросла. Бесконечная сила взрывалась в его теле. В то же время было также ясно, что эта власть долго не продержится. Когда спортивный автомобиль мощностью более 500 лошадиных сил бежал по кругу, это было похоже на наблюдение за падением топливной иглы. 9 минут 33 секунды. По его подсчетам, продолжительность одержимости духом составляла 9 минут 33 секунды. После этого он был бы нормальным человеком, который потерял все свои способности. Другими словами, он должен был сделать все, что хотел за это время. Даже на одну секунду дольше это все равно, что попасть в отчаянно опасный момент. В такой ситуации было очень плохо, что он даже не мог вытащить из морозилки свой страх. Я должен отказаться от того, что не могу сделать. Ким больше не было суеты вокруг М-61. Поглощенный тем фактом, что он может использовать этого ужасного вулканца голыми руками, он не заставлял себя делать то, что не мог. Соответственно, он покинул вулканца. Бах! Вулкан, выброшенный из шестиэтажного здания, упал на землю и громко лязгнул. Чурунг. Он вытащил свои мечи из ножен. Это был звук меча императора и меча Хван-Дудыда. Двух мечей, которые Ким нес на спине. Два меча начали летать. Лязг. Целью был морозильник. И целью было оставить как можно больше ран в кратчайшие сроки на теле морозильника. Ква-ква-ква. Целью было нанесение длинных, глубоких ран. Оба меча хорошо выполнили этот приказ. Киури и Рю. Они не заработали ничего, кроме первого рычания изо рта морозильника. В то же время морозильник прекратил преследование Ким и сосредоточился на двух мечах, которые кружились вокруг него. Морозильник избегал мечей, в то время как с другой стороны он пытался ударить мечами, двигая своими ногами, хвостом и крыльями. Однако два меча двигались в ослепительных узорах, делая работу морозильника бесполезной. Ху. В этот момент Ким глубоко вздохнула. С этим вздохом он поднес свою руку к двум конским фигуркам типа земляных изделий, которые он повесил на своей талии как украшение. Один для хозяина и слуги. Ким ввел ману одновременно в две глиняные чаши, которые изначально были парой. Он швырнул их в морозилку. Две фигурки лошадей типа земляных шаров, летящие в воздухе, начали надуваться на удивление быстро. И к тому времени, когда они достигли края морозильника, они показали свое огромное великолепие, размер которого не был лишен по сравнению с 10-метровым морозильником. Ржание. В это же время началась их атака. Первое нападение было совершено по приказу их владельца. Ржание. Когда лошадь побежала к морозильнику на полной скорости, мастер бросил свой меч в морозильник. Бах! Меч, который летел так сильно, погрузил половину своего тела в заднюю часть холодильника. Кианг. Глаза фризера сверкнули. То, что попало в глаза морозильнику, когда он повернулся, было лошадью хозяина с копьем, торчащим из его груди. Кваджик. Копье, вышедшее из груди лошади, вонзилось в тело морозильника. В то же время лошадь начала крошиться в процессе разрушения корпуса морозильника. Тем временем мастер воин сам вскарабкался на своего коня. Когда в кузов морозильника забралась ступенька, воин ударил кулаком кончиком рукояти своего меча по задней стенке морозильника. Кваджик. Сначала была правая рука, потом левая, а потом опять правая. Бах-бах. Рукоятка постепенно опускалась все глубже и глубже с повторяющимися ударами воина, вбивая ее в тело. Кваджик. В итоге корпус морозильника был расколот пополам. Но это не было результатом действия меча воина. Скорее наоборот, это было сделано по воле морозильника. Все свидетельствовало о том, что раздвоенное тело морозильника превратилось в разных животных. Ледяного льва спереди и ледяного тигра сзади. Кеван. Киури-рю. Два отдельных холодильника окружили мастера взад и вперед, и сразу же укусили и вцепились в него когтями. Правое плечо и левая нога воина были укушены, а перед когтями был раздавлен кусок похожий на глину плоти. Воин, потеряв руки и ноги, упал на землю. Динь-дон. Динь-дон. В это время слуга, который до сих пор смотрел на работу хозяина, потряс колокольчик в своей руке. Динь-дон. Динь-дон. Чудо, которое сотворили колокола, состояло в том, что они дали руки и ноги воину, потерявшему свои руки и ноги. Даже меч был сделан в качестве бонуса на восстановленной руке. Воин, мгновенно вернувший себе прежнюю форму, замахнулся мечом на находившегося поблизости ледяного тигра. Квайанг. Ледяной тигр схватил меч в пасте и укусил его. Тем временем ледяной лев бросился на слугу, который снова и снова тряс колокольчик на дороге под зданием, спрыгивая с высокого здания на землю. К пову-ву. В этот момент слон с золотым дымом ударил льдистого льва, упавшего на землю в воздухе. Бах. Дым и лед. Эти две вещи издавали странный звук. Это был момент, когда позолоченная бронзовая курильница Байкия, удивительная реликвия, вновь проявила свою силу. Ду-ух. Зазвонил колокол, вызывая их. Это был звук разрушения по направлению к холодильнику. Звук приветствия для зверей золотого дыма и глиняной посуды типа лошадиной фигуры. Тела морозильников начали медленно двигаться при звуке колокола, в то время как звери золотого дыма, хозяин и слуга, были мужественны и начали нажимать на двухчастные морозильные камеры. В конце концов морозильнику пришлось пустить в ход свой пугающий рев. Кя-е-е-йонг. Страх, вырвавшийся одновременно из уст двух морозильных камер, потряс сразу весь город Тегу. Его мощь была огромна. Золотые звери, сотворенные позолоченной бронзовой курильницей бык-джи, дрожали и таяли, как туман, а глиняные осколки хозяина и слуги начали сыпаться, как дождь, ква-е-энг. Но это не остановило два меча. Ким, чьи черные глаза издалека блестели за спиной Хохоэтала, не выказал никакой дрожи. После одержимости духом энергия, которая заняла место, взорвалась, как только она была подвержена страху морозильника. Он начал выжимать всю свою силу, чтобы защитить своего хозяина от угроз. Даже со страхом угроза не исчезла. Киури Риу. Морозильник больше не сохранял своего лица, своего достоинства. Морозильные камеры Ледяной Тигр и Ледяной Лев начали превращаться в ежей, когда шипы поднялись из их тел. Шипы морозильников пронеслись по всему помещению с их саморазрушением. Бетонные стены и асфальт смялись, как тафу, пудинг, и разлетелись на несколько километров, даже уничтожив сразу небольшой торговый центр. Это была грозная сила. Еще более жуткими были фигуры коня типа земляных фигурок и зверей золотого дыма, пронизанных ледяными шипами. Вместо того, чтобы залечить раны после того, как их пронзили шипы, они начали замерзать белым цветом. Глиняная посуда типа лошадиных фигур стала белыми ледяными статуями с отверстиями в них и золотые дымовые звери, созданные позолоченной бронзовой курильницей быкже, начали исчезать вместе с отверстиями в них. Ледяной бластер был самой мощной силой морозильника. Конечно, эта способность требовала определенной цены. В обмен на взрыв его тела, морозильник показал сердце, которое он прятал и покрывал. Прозрачное сердце было размером со взрослого человека, и голубой драгоценный камень в прозрачном сердце долго блестел под прямыми солнечными лучами. Я нашел его. Ким не скучал по свету. Он не упустил того, что должен был сделать. Это только начало. Это было только начало. И Ким, подумав об этом, быстро встал со своего места. Пока он бежал, сердце морозильника создало свое тело заново. Киуя. На этот раз его тело представляло собой ледяного агра высотой в 5 метров. Людоед-морозильник создал ледяную дубинку и начал ею размахивать. Это было выражение неизбирательной ярости. Двигатель грузовика взревел, когда он приблизился к холодильнику. Ким находился в багажном отделении грузовика, где не было водителя. Рулевое колесо двигалось свободно. За ней виднелись куски железа, связанные вместе. Длинная, вытянутая масса, которая оказалась мечом для регби, была бомба ГБУ-31, которая была построена для установки на F-15К и имела 900-килограммовую взрывчатку. Одна из бомб была поднята телекинезом Кима. Это было похоже на то, как если бы он швырнул небольшой автомобиль своим телекинезом, чтобы ударить мечом императора в грудь Гамецацк. Но тогда все было совсем по-другому. В этот момент в морозильнике не было никакого меча императора. Осталось две минуты, и меч вовсе не обязательно было втыкать. Ху. Ракета ГБУ-31, поднявшись в воздух с помощью короткого телекинеза, начала лететь к сердцу морозильника. 13. Чан Сон Хун смотрел на Дидан Геадзида. В этот момент голубой свет в Тегу-Сити померк. Это была ситуация, которая заслуживала того, чтобы ею наслаждаться. Это было доказательством того, что Ким преуспел в убийстве второго синего монстра класса. Однако Чан этому не обрадовался. Вместо того, чтобы выразить свою радость, он повернул голову и посмотрел на золотой бокал рядом с Дидан Геадзида. Глядя на золотистый стакан, наполненный красной жидкостью, он крепко стиснул зубы. Глава 99 для Чо Суньен. Морозильник голубого цвета, который появился в Тегу-Сити, запомнится на всю жизнь. О, боже мой! Он также запомнил бы морозильник как ужасное чудовище. Разве это имеет смысл? Это был сумасшедший монстр, который пережил 9 ГБУ-31, кусок взрывчатки весом около тонны. Он не был сброшен с высоты нескольких тысяч метров, как реактивный самолет, а брошен с земли, как дробовик. Выдерживать взрывы безумно мощных бомб 9 раз было выше здравого смысла Чо и любого его воображения. Он убил безумного монстра. Ну и урод! И конечно, Чо вспомнил бы Ким Тхахуна, который убил ужасного монстра 10-й ракеты и проглотил синий кристалл морозильника. Единственную выплату, которую он получил от монстра, которого убил. Вот так и закончилась охота. 2. Способность человека сияет в кризисе, поэтому и ценность человека сияет в кризисе. В кризис, который пришел в Тегу-Сити, было два человека, которые доказали это Киму. Одним из них был, конечно же, Чо. Он продолжал действовать по плану, который Ким подготовила, как только Ким убила морозильник. Он сообщил Тегу-Сити, который был беззащитен из-за смятения и страха, что теперь мир изменился, и только он мог стать лидером в этом измененном мире, и Ким был позади него. В мире, полном монстров, я больше не могу сказать, что Тегу в безопасности, но как долго вы собираетесь следовать бессмысленным приказам второго оперативного командования? А, эти некомпетентные люди, готовы ли вы позволить тем, кто сидит на полу и дрожит перед голубоглазым монстром, приказывать вам? Так что не думай об этом, дай мне все права. Если тебе это не нравится, скажи нет, но я дам тебе один совет, закончи его, когда будешь говорить со мной. Если ты скажешь нет, когда будешь говорить с моим партнером, а не со мной, он никогда тебя не отпустит. Чо также активно использовал тот факт, что Ким был его сторонником. Он использовал все данные ему ситуации благоприятно. Прежде всего он настаивал на том, что это было не просто в интересах отдельного человека, но честь, желание преследовать достойные ценности, которые те, кто выжил с этого момента, должны были принять. Его призыв к справедливости стал самым мощным оружием в мире, где был нарушен весь порядок. Он смог взять на себя все полномочия второго оперативного командования, которое контролировало город Тегу, всего за три дня. Как поживаете, босс? Другим человеком, который блистал в кризисе с Чо, был Чен Сон Хун. Исчезновение Трипета Кокариана из храма Хайн. Когда все впали в состояние уныния среди хаоса, созданного сумасшедшим инцидентом, Чен не дрожал. Я давно тебя не видел. В этой сумасшедшей ситуации Чен каким-то образом нашел возможность и превратил ее в шанс для перемен. У него была возможность для крупномасштабных перемен. До сих пор монстры в горах Сабика строили свою собственную территорию. В такой ситуации внезапное движение монстров выше зеленого уровня было равносильно масштабному изменению. Были очень сильные изменения, которые люди, а также монстры ниже, чем желтые сорта, могли легко выдержать. Чен повел свои силы в горы Сабек, чтобы найти возможности для крупномасштабных изменений. О, мне очень жаль, что я не подчинился вашему приказу. Это было прямой противоположностью приказу Кима. Ким ясно приказал войскам, стоявшему гор Сабек, отойти назад. Но именно Чен Сон Хун был прав. Он охотился на сбитых с толку монстров. Мощная огневая мощь охотников гильдии маков 8-ми краткой механизированной пехотной дивизии и столичного оборонного командования. Объединенная сила тех, кто завоевал право выжить в жестоких битвах и битвах, а не власть, созданная как цветок в оранжерее, как город Тегу, была извергнута на монстров. Эффект был впечатляющий. Но я думал, что был прав. Причина, по которой монстры так страшны, заключается в том, что их способность создавать страх сильна, и у них также есть своя собственная территория. Игра на своей собственной территории это никогда не игра. Скорее это настоящий охотник, который ест то, что попадает на его территорию. Другими словами, монстры, которые вышли из своего домена, являются лучшими целями, чем когда-либо. В конце концов, мы обеспечили безопасность скоростной автострады Кингбу. И благодаря этой охоте гильдия маков смогла обезопасить очень ценную дорогу, называемую скоростной автострадой Кингбу. Дорога, которая вела из Сеула в Пусан, была отнята у монстров. Доказательством было присутствие Чжана, который привел гильдию маков в город Тегу. О, и это небольшой подарок. Чан протянул золотой бокал Наполеона и красную жидкость в нем Киму. 3. Это была комната около 10 квадратных фунтов, с одним только письменным столом и стенами со всех сторон. Удлиненные глаза напоминали им глаза дракона, а кожа была гротескной, таинственной и ужасающей, как будто чешуя дракона была скрыта под кожей. Прямо сейчас казалось, что в теле этого человека родился дракон. Но еще более пугающей была бесконечная и странная сила, извивающаяся в теле этого человека. Я не мог снять проклятие. Ким, видя во сне его смерть, видел, что теперь он повторяет ту же самую смерть. В Стаунхендже, Англия, в этот момент он умирал от проклятия дракона. А разве я не могу найти способ? Это было в первый раз. До сих пор Ким никогда не переживала ту же самую смерть. Это породило сильное чувство надежды. Это была надежда, что будущее изменилось, и это была вера в то, что он получил урок через эти смерти. Это была также надежда на то, что он собирается идти дальше, основываясь на своей собственной смерти. Но в этот момент он повторил ту же самую смерть. Это великая сила, и я собираюсь взорвать свое тело прямо сейчас. Проклятие дракона, цена, с которой нельзя было справиться, была оплачена жадностью этого человека. Это было больно и печально, ужасно. Это была самая мучительная и отчаянная смерть, которую он когда-либо испытывал. Вернее, та комната. Но Ким в этот момент не испытывала ни малейшего отчаяния. А для чего была эта комната? Скорее всего, он не беспокоился о своей смерти в этот момент. Смерть была тем, что он уже испытал. Ему не нужно было беспокоиться о том, почему он умер, как он умер и кто его убил. И это было то же самое для него и для будущего Ким Тхахуна, о котором он мечтал. Он умирал, но не думал об отчаянии. Он без колебаний оглядел комнату. Ах! И только тогда Ким узнал об этом. Это и есть информация. Эта комната была местом, где его будущее заставило умереть. Местом, где он должен был бороться перед лицом той же самой смерти. Это была информация, которой он не знал. Там было много информации на стене комнаты. Это была видимая карта информации. На стенах висели большие континентальные карты и карты шести основных континентов. Вокруг карты было много информации, похожей на паутину. Военная информация, информация о реликвиях, информация о монстрах и информация о людях. Я собрал только самые лучшие. Это была очень хорошая информация на вкус Ким, и она была так обширна. Невозможно было запомнить всю информацию. Это так похоже на меня. Ким был удовлетворен. Это так похоже на меня, потому что я не признаю, что слишком много так же плохо, как и слишком мало. Это была его работа собрать максимум информации, несмотря на очевидную неспособность переварить ее всю. И в то же время он был ей благодарен. Даже если я умру сто раз, я увижу всю информацию здесь. Даже в этой смерти он был благодарен за то, что не потерял себя, и гордился тем, кто еще не сдался. Его шаги остановились перед картой Азиатского континента, одной из шести континентальных карт. Он встал и внимательно осмотрел его. Тот, кто мечтал о себе, тоже увидел Ким Тхахуна. Среди них Ким обратил внимание на Японию. Это очень смешно. Японский архипелаг. Вокруг карты было много информации. Информация о важных реликвиях, в том числе история Мусаси, который теперь был японским монархом, и японская военная информация. Единственная легендарная реликвия в Японии это Кусанаги. И там есть много мечей, не столь ценных, как Трипи, так как Ориана. Но я все еще могу получить некоторую компенсацию за их долг. Это же смешно. Это так смешно, потому что это по-детски. Есть четыре небесных хранителя под человеком по имени Мусаси, который не является монархом Японии. Суть Японии не теряется и даже в этой ситуации оружие спрятано повсюду. Если будет война, они каким-то образом ею воспользуются. После ядерного кризиса на Фукусиме их неспособность избавиться от руководителей. Такой лиц Трицповер Цампаны была направлена на предотвращение утечки секретного проекта ядерного оружия. Ким перевела взгляд на Китай. Действия Китая настолько очевидны, что пока не появились монстры, больше не было ничего нового. И наконец, Ким посмотрела на Корею. Хэм. Вот он был подозрителен. Большая часть информации о Корее была уже усвоена им, а то, что было усвоено, теперь принадлежало ему. Ему больше не нужно было видеть землю Кореи. Ах, но сомнения длились недолго. Там было примечание. Есть только одна вещь, которая может успокоить проклятие дракона. Только Ман Пасик Джек, который устраняет все смуты мира. Это был ключ, ключ к выживанию. Тьфу. И это было последнее, что увидела Ким. Проклятие дракона начало растапливать его сердце. Три. Там была темная комната с единственным горящим светом. Двое мужчин сидели напротив друг друга за одним столом. Перед ними стояли две чашки кофе. Это господин Чо Сун Йин? Да, а ты? Меня зовут Чен Сон Хун. Их первым разговором было знакомство друг с другом. Они узнали имена друг друга, и приветствие закончилось. Могу я называть тебя старшим братом? Старший брат? Я могу предсказать чью-то судьбу по физиогномике. Однажды ты станешь президентом Чен. Сон Хун в конце приветствия немедленно сказал некоторые невероятные слова к другому. Ну, я была бы вам очень признательна, потому что, честно говоря, не знала, как с вами обращаться. Однако Чо Сун Йин был просто...